Демон Витч, Леон Леон предатель, приговоренный к смерти консулом Даларана. Для спасения своей жизни совершил запретный ритуал и продал душу Архимонду. Теперь он жаждет мести и не ведает жалости. Он может управлять землей, создавая острые шипы, сбивающие с ног. Может превратить врага во что-нибудь другое и вывернуть наизнанку своим смертельным касанием. Видите скелетоны в моем доме. Все, пошел тир, пацаны. И... Понимаю, обсуждаю. Кажется, не справлюсь. А эффект аж не было. Ребят, не было эффекта БМА. Не было. Почти дайгер. Сейчас вот такими возможностями можно... Первый, третий, первый, третий, третий. Можно выформить так. Ух, как ты даешь тут на Легионе. Открыл сюда. Хорошо. О, щит. Я угадал? Все, конечное. Конечное, походу. А, нет, еще живое. Я еще живое. Еще на развороте так сделать могу. Ой-ой-ой. Сэм можно вообще на вставочку, да? Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксенанс. И перед началом этого ролика, конечно же, вот этих прекрасных ребят можно поблагодарить за то, что они оформили спонсорскую подписку. Они видят контент немного раньше, знают немного больше, ну и, конечно же, выделяются в чате. Друзья, не забывайте, что спонсорка не стоит миллионы. И на месяц, там 100 рублей всего, это очень мало. И вы можете иметь небольшую иконочку в чате, чтобы я вас видел. И, конечно же, видеть контент раньше, конечно же, знать немного больше. Ну и, конечно же, просто быть в жестком почете. Ну и что ж, друзья, сегодня у нас гайд на Леончика, на вот этого прекрасного... Сейчас, секунду. На вот этого прекрасного челика, который чешет репу постоянно. Очень интересный персонаж. Это у нас саппортик, можно сказать саппорт, можно сказать мидер, потому что в миду он тоже хорошо стоит. Ну и, конечно же, сегодня мы узнаем, как работают у него способности. Как работает импл, как работает вуду, как работает манедрейн и как работает фингер. О, в дес, конечно же. Фингер, стык фингер. О, да, конечно. Шуточки про гачи мучи. Ммм, как круто. Ну и, в принципе, многое сегодня, что узнаем, ребят. Для вас каточки заготовил. Три каточки, конечно же, очень интересные. Очень интересные, кстати. Такие, как в гайде на Скай. Ну, почти, плюс-минус. Но, сегодня мы, конечно же, пробежимся. В двоечки сыграем, сыграем в четверочки. В фулл саппе Леон, конечно же, это такое, потому что ему все-таки нужен даггер для того, чтобы цеплять. Это не тот же самый шаман, который просто берет, кидает сетку и уже от него много импакта. Леону нужно немного прокачиваться. У него слабенький стан. У него нужно хекс закачать. И, конечно же, от Манодрейна будет намного больше пользы, если она будет тоже раскачанная. Но об этом сейчас уже будем поподробнее рассказывать. Так что поехали на теорию. Поехали, поехали. Уф, ну что ж, друзья. Первая способность на нашем персонаже это импейл. Сейчас я вам расскажу, что делает импейл. Вот кей у нас с Е, прокачали эту способность. Вот так вот у нас какой-то кейчик появился. Можно направить на оппонентов. Эта способность именно работает на оппонентов. Этот спелл у нас станет и дамажит. Дамажит и станет. В зависимости от уровня прокачки, конечно же, по-разному. Смотрите. Дальность применения этой способности у нас 500 единиц. Но дальность прохождения этой способности 825. Она может раскачиваться, эта способность, до расстояния 950. В зависимости еще и от радиуса. У нас радиус составляет 125 единиц. Плюс в совокупности 825 плюс 125. Получается у нас 950. Это у нас максимальная дальность применения этой способности. Давайте заюзаем, посмотрим, что происходит. Поехали. Смотрите. Вот так вот нажимаем на землю и вот так вот у нас подкапывают такие идут шипы и, конечно же, всем нанесся урон и, конечно же, наложился стан. Но стан кратковременный, потому что у нас шипы первого левела. Потом уже разберем по уровням прокачки. Очень простенький спелл. Также этот спелл бьет у нас в инвиз. Он бьет у нас магическим уродом, худой пайпой, все это смягчает. Что у нас вообще основная фишка от этого спела? Основная фишка это, конечно же, простанеть и нанести урон. Шипы вот эти, которые идут, они идут со скоростью 1600 единиц. Это нужно тоже понимать, потому что они могут не успеть достичь цель. То есть вы можете не успеть попасть, но, но полсекунды и цель уже настигнута. Так сказать, через полсекунды появляются у нас шипочки и все будет нормально. В принципе, по этой теме вроде все. Поехали по именно уровням прокачки. Смотрите, на первом уровне будет нанеситься 80 урона и 0.5 секунд стана. Но на самом деле стан немного показан по-другому на таблице. На таблице, посмотрите, 1.02, 1.52, 2.02 и 2.52. Немного не понимаю, кому верить, но тут, наверное, учитано, учтено, вернее, вот здесь вот на табличке именно время вот этого подъема, когда персонаж в воздухе еще находится. По линке тоже чуть позже пробежимся. Когда персонаж находится в воздухе и потом уходит стан, это время, видимо, тут учтено. То есть 1.02, а не вот тут 0.5. Ладно, поехали. Второй уровень у нас 140 урона и 1 секунда стана. Третий уровень 200 урона и 1.5 секунды стана. И четвертый уровень 260 урона и 2 секунды стана. При этом КД у нас 12, монокос 100, 120, 145 и 170 единиц. Очень простенькая тема. В БКБ эта способность не работает. И самое интересное, как работает эта способность с линкой. Сейчас мы это немного пожуем. Посмотрите, у нас у Гаргоны есть линка. Мы кастуем в пол и цепляем ее. При этом она получает стан. Далее, а если мы кастанем в нее, шипы проходят сквозь нее, сбивается линка, но урона и стана она не получает. То есть, соответственно, для тех, кто шарит и не мискликает, важно будет дать в персонажа, если не требуется сбивать линку, если вы просто хотите простанить и чтобы персонаж не убежал, важно дать просто по земле вот так вот, чтобы не сбилась линка. Видите, у нее линка не сбилась. А если я таргетно направлюсь, то линка собьется, конечно же, и персонаж не застанется. Вот такая вот небольшая фишечка вам, так сказать, на разжевание. Ну и что ж, этот стан очень легко развеять. К сожалению, урон вы не развеете, но если вы в БКБ, вы не сможете получить этот урон. Ну и стан, конечно же. Вот такой вот простенький у нас спелл. Напоминаю, бьет в инвиз, при этом, если персонаж находится в инвизе, если вы его зацепили, эффект будет большого шипа. То есть, если вы обратили внимание, когда вы кого-то подкапываете, большой шип так подбрасывает. И если персонаж был в инвизе, то именно так будет обозначаться, что персонажа в инвизе вы зацепили. То есть, такой большой шип вылезет, но никого там не подсветит. Вот такая вот приколюха, друзья. В принципе, по этой способности все. Погнали на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже, друзья, это Вуду, но мы не будем называть ее Вуду, мы можем называть ее дефолтно Хекс. Не можем, а даже будем, потому что все так называют. Что ж, ходки у нас Д, дамис применения 500 единиц на Хексе. И что у нас делает Хекс? Конечно же, дает Хекс на оппонента. Вот так вот направляем, подходим, и оппонент у нас обезоружен, он в сайленсе, он ничего не может делать. Нажимаем кик, нажимаем респаун для того, чтобы эта ЦМка не спамила, вообще бесит, когда идет этот спам, но не суть. И что у нас получается? Когда оппонент находится у нас в Хексе, он, конечно же, просто жабка или курочка. Вообще, по описанию, должно превращать в жабку, а почему-то превращать в курочка. Видимо, механика игры не позволяет более. Ну и что ж, длительность Хекса у нас идет в зависимости от уровня прокачки по-разному. 2,5-3 секунды, 3,5-4 секунды. Калдаун у нас 30, 24, 18 и 12. Монокост будет такой. Монокост у нас очень-очень простенький. Там сколько? 125, 150, 175 и 200 единиц маны для того, чтобы заюзать этот Хекс. Ну, монокосты очень большие. Что еще важно понимать? То, что Хекс берет и сносит весь МС и превращает нашего персонажа в МС сколько там? 120 единиц. То есть, базовое значение МС закидывает персонажа, вот оппонента конкретно. И, конечно же, но если там есть какие-то сапоги, там, скорости, там, передвижения, дополнительные способности на МС, то этот, это базовое значение 120, оно будет суммироваться, допустим, образно говоря, ну, travel, сколько там, соточку travel дают, да, плюс 100, то есть, 120 плюс 100, это уже 220, то есть, курочка будет бегать со скоростью 220. Ну, а если там вообще сёрдж висит, а деса, то курочка будет бегать 522. То есть, ну, вот такой вот прикол. Ну, дефолтный Хекс, в общем. Этот Хекс у нас не будет работать в линку, давайте я вам это покажу, допустим, вот так вот вы подбегаете, кидаете в линку, и, к сожалению, ничего у вас не получается. На БКБшных юнитов также вы не сможете направить, ну, и, конечно же, снять этот Хекс очень просто, очень просто, какой-нибудь там Юл, какой-нибудь там Пресс-Атак, или обычный Диффузиал. В принципе, всё просто, друзья. Более тут нечего рассказывать, погнали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это Манодрейн, очень приставучая способность, мы её уже прокачали, ходки у нас R, и тут есть множество приколёв, о которых я вам сейчас буду рассказывать. Первая приколюха, это то, что дальность применения этой способности 850 единиц, но сам прикол этой способности, что дистанция разрыва 1200, то есть на огромном расстоянии вы можете стягивать ману оппонентов, это дико бесячая тема, ну и, конечно же, тут ещё такая плюшка, что очень маленький монокост на эту способность, но не суть, сейчас всё будем рассказывать. Давайте применим эту способность и посмотрим, а потом уже разберём уровни прокачки. Смотрите, юзаем на Патму, и Патма у нас отходит, посмотрите, на какую дистанцию мы сосём у неё ману, то есть она вот здесь вот только её порвала, и немного маны я у неё высосал, ну и, соответственно, себе я немного пополнил. Но у меня мана была полная, соответственно, я себе её не пополняю. Давайте я вам ещё раз покажу эту тему, допустим, вот Леон всасывается и пошёл, смотрите, мана у меня пополняется, а опыт мы уменьшается. Так эта способность и работает. Всё очень простенько. В зависимости от уровня прокачки у нас тут увеличится количество маны, которое мы будем сосать в секунду. К слову, стоим вот так вот, манодрейним мы в течение 5 секунд, и каждую секунду у оппонента снимается мана, а нам прибавляется. По табличке, поехали. На первом уровне 20 маны в секунду мы будем брать, на втором 40, на третьем 60 и на четвёртом 120. Третий и четвёртый левел, какой скачок, ребят, видите, в два раза. 60 и 120, и 120 маны в секунду мы будем стягивать. При этом КД 20, 15, 10 и 5 и монокост 10 маны. Конечно же, это круто, друзья. В линку данная способность, к сожалению, не работает, но вы можете спокойно сбить, сбить спокойно, можете с оппонента линку, потому что дальность применения 850 и, в принципе, КДшка у нас также будет приемлемая, 5 секунд. Ну и самое прикольное, у кого мы можем стягивать маны? Мы можем стягивать маны у лесных крипов, если она у них имеется. Допустим, вот, посмотрите, тролли, у него 145 маны. Мы можем забежать в лес, немного соснуть маны или там у другого крипа соснуть или на линии у крипа соснуть маны. Всё очень простенько. Данный спелл у нас очень сильно контрит таких героев, как Леорик, таких героев, как Медуза. Вот, посмотрите, просто у Медузы в чём прикол? У неё щит вот этот, который будет работать от маны. И, конечно же, мы сможем спокойно игнорировать эту всю тему, стянуть ману и, конечно же, Медузу мы убьём немного быстрее. Против Леорика этот спелл очень хорош. Ну и, конечно же, как-то так. В принципе, что тут ещё нужно знать? Как стягивается мана? Ну, вытягивает с интервалом в 0,1 секунду на первом левеле 2 единицы маны, на втором 4, на третьем 6 и на четвёртом 12. То есть, вы, наверное, обратили внимание, друзья, или не знаю, или не обратили. Давайте я вам сейчас ещё раз покажу. То есть, смотрите, допустим, я слил себе ману и как пополняется мана? Она пополняется именно... Ля, сейчас спелл сломался, да, там нету линки. Сейчас разберёмся. Вот так вот сделаем. Стягиваем ману. Посмотрите, как она пополняется. Она пополняется по единичкам. То есть, не сразу по целым 20-20-20, а именно по единичкам. Именно про это я сейчас и рассказывал. То, что мана у нас с интервалом в 0,1 секунду на первом левеле 2 маны даётся в 0,1 секунду, на втором 4, на третьем 6, на четвёртом 12. И в совокупности, конечно же, мы можем вытянуть маны сколько, спросите вы? А вот столько. 100, 200, 300 и 600 единиц маны на ласте вы сможете вытянуть на леончике у какого-нибудь оппонента и, конечно же, передать эту ману себе. Очень классная тема. То есть, 5 секунд вы ману сосёте, 5 секунд у вас кдшится. То есть, вы постоянно можете стягивать ману. Дизейблите и стягивайте. Очень простенько, друзья. Ну и, в принципе, всё по этой способности. Вроде тут более нечего рассказывать. А, ну развеять эту тему нельзя. Развеять нельзя эту способность? Никак. Только единственное, если прилетит какой-то стан, конечно же, это считается у нас ченнелингом. То есть, вы не можете ходить и сосать ману. То есть, вы можете сбивать себе движением или вам могут сбить станом или микростаном или хиксом. Вот такая тема. Ну что ж, остаётся у нас самая интересная способность на нашем персонаже. Это, конечно же, Finger of Death. Погнали смотреть. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже очень-очень жёсткая, друзья. Так как Леон у нас считается метовым персонажем, он здесь немного апнут, а именно апнут он в ультимейте, апнут в третьем спеле, конечно же. И что ж, самое время поговорить у нас о ультимейте. Если о третьем спеле мы уже поговорили, что там огромная дистанция, именно огромная дистанция вот этого развеяния с Монодрейна, то тут у нас, конечно же, немного всё пожёстче на Леоне. Если на Леоне в 83-й карте у нас ультимейт просто раскакивался как Чайн Лайтнинг, то здесь у нас ультимейт работает немного по-другому, но с покупкой Аганима. О Аганиме мы поговорим чуть-чуть позже, но не забывайте о том, что есть видосы по Аганимам и отдельно вы могли это уже посмотреть. Что ж, шпатки у нас F, прокачали данную способность и дальность применения нашего ультимейта 900 единиц. Это первый момент, о котором нам нужно задуматься. 900 единиц, посмотрите, какая дистанция. Как вам? Это первая тема, которая у нас тут есть. Ну и, конечно же, наносится огромное количество урона. В зависимости от уровня прокачки, я выставляю сразу огромную вот эту табличку, тут сразу с Аганимом, без Аганима, но смотрим без Аганима сначала. 600 урона на первом уровне вы наносите с фингера. На втором 725, на третьем 850. При этом калдаун у нас 160, 100 и 40 маны на ласте. И, конечно же, монокост у нас такой. 200, 420 и 650 единиц. Монокосты очень тяжелые, но на первом левеле очень легкий монокост, но на ласте 650 это, конечно, очень много. Но не суть. Ультимейт очень яростный стал на Леоне и, конечно же, очень жестко душит. В линку, к сожалению, он работать не будет. То есть, видели, такой эффект был и звук такой даже был. Сопровождение было, но... Блин, я что, линку не прокатил, да? Не прокачал линку, так сказать. Эффектик есть, но линка сбивается, как видите. К сожалению, не работает это в линку. В БКБ также не будет эта способность работать. Ну и, в принципе, тут все. Без Аганима тут все очень простенько. Ультимейт вы никак не можете развеять и он, к сожалению, дается с небольшой задержкой, если вы обращали внимание. Это значит, что ПАК какой-нибудь или даже ЕУЛОМ вы сможете его немного подзакайте. Давайте попробуем ИТМ. ИТМ ЕУЛ. Просто для интереса. Я попробую на свою ловкость рук. Может, успею нажать. Да, можно, видите, можно закайтить. Все, так что вот так вот ультимейт можно закайтить. Но с помощью даггера вы никак не закайтите. Именно имеется в виду эта тема. Ну и что ж, по ультимейту тут поговорили. Давайте поговорим теперь о Аганиме. Давайте приобретем его и посмотрим, что у нас меняется. Итак, друзья, приобрели мы вот такой вот прекрасный Аганим Септер. У нас очень интересный и красивый эффект на Лионе. Вот такой вот появляется у него вот эта его палка-чесалка-стучалка. Она у него немного заряжается. И теперь давайте посмотрим, что поменялось. Во-первых, ультимейт у нас стал именно АОЕшкой. АОЕшка у нас 300 единиц. Табличку я выведу, я не буду ее убирать. Постараюсь как-то вот так экранчик перетянуть, чтобы было ну, получше видно. И у нас ультимейт стал АОЕшкой. Это значит, что вот так вот если делаем, то всем троим наносится. При этом, посмотрите, обратите внимание на персонажа, у которого Линка. Давайте в него засадим. Смотрите, сбилось. Именно в него персонажа засадил. И причем массово должно разлететься было, да, казалось бы. Но! Но Линка сбилась и ультимейт у нас не вылетел. А если мы нажмем вот в этого персонажа, то залетает у нас Фингер. Смотрите, Линка не сбивается. Давайте еще раз посмотрим. Линка не сбивается и урон наносится. То же самое, что с импейлом, то есть игнорируется. Важно, важно понимать, что лучше не в Линку ультовать, а ультануть, допустим, где-то поближе. То есть, если вы знаете, что оппонент убегает и у него есть Линка, засадите в Крипа и массово убьете в радиусе 300 единиц. То есть, вот такая вот у нас тема. Далее, что у нас поменялось? Посмотрите, у нас увеличился урон. В зависимости от уровня прокачки он стал немного больше. Он стал у нас 725, 875 и 1025 единиц. Это очень много. 1025 единиц массового урона. Это жестко. Но и КД 160-20. Каждые 20 секунд, а то и 16 секунд с Акторином вы сможете вливать 1000 урона вот так вот. Бах! Вот Р давайте еще напишем, а то умрут. Сейчас я опять. Бах! Это очень круто. И это очень много. Количество целей на Фингере у нас не ограничено, ребят. И это самый лучший ап, ап, не ап, а ап, то есть ап, ап, то есть повышение, там вот, да, вот это все. Это лучший ап, который есть на Леоне в этой карте. Мне прям очень нравится то, что ультимейт именно стал АОЕшкой. Ну, а антимага, кстати, АОЕшка увеличена тоже. Напоминаю. Причем тут антимаг, да? Спросите вы. Но не суть. Короче, в принципе все по ультимейту. Ультимейт с Аганимом становится у нас АОЕшной темой. Так что вот такая вот тема, друзья. А мне вот интересно, как будет работать, допустим, на инвизного юнита. Давайте посмотрим. Сейчас посмотрим, заспауним или нет. Давайте пропишем просто Лотариус. Спаунить не хочу. Минус итем Лотхар. Смотрите, как это будет работать. То есть, допустим, вот персонаж в инвизе. Работает. Это работает, ребят. Видели? Видели по тме в инвиз? Нанесся урон. То есть, пробивает инвизных. Посмотрите. Она стояла. То есть, она стояла тут в лотаре в инвизе. И наш ультимейт АОЕшкой пробил лотарного инвизного персонажа. Это очень-очень круто. Давайте еще раз посмотрим. То есть, допустим, смотрите. Вот она стоит. Убиваем этот Центрик. И типа мы таки бежим. Ага, там лоу хпшный в инвизе. И пробиваем здесь в инвиз. Это очень круто, потому что у нас фингер находит получается инвизных. Он не сбивает линку, если мы бьем какую-то цель именно не ту, которую нужно. Он не сбивает линку и, конечно же, бьет в инвиз. Блин, это реально годно. Вот эту тему, если честно, я не знал. А вы иногда спрашиваете. Азес, а зачем ты делаешь гайды? Ведь ты, ты такой якобы умный. Я тоже многого не знаю. То есть, допустим, 90 где-то 8% всего я знаю. А вот этот маленький процентик, такой нюансик, апнутый на 85-й карте, я не знал. Вот и все, друзья. В принципе, на этом теория по нашему персонажу, ребятки, подходит к концу. Я надеюсь, более чем понятен вам этот персонаж. Очень жесткая, интересная фишка у нас на самом деле вот эта вот с инвизорами. И, конечно же, надеюсь, ребятки, вам этот гайд понравится. Обязательно поставьте лайк за мое старание, потому что очень много времени уходит на то, чтобы разобрать теорию, разобрать какие-то микромоменты. Ну и, конечно же, записать качественный геймплей для вас, к которому мы сейчас уже будем, так сказать, приступать. Спасибо всем, друзья, что смотрите, спасибо, что лайкаете, что подписывайтесь. Как говорится, приятного просмотра вам пожелаю. Ну и, конечно же, пойду сейчас покушаю и начну каточку. Всем приятного просмотра. Поехали. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас первая катка. На самом деле, я играю уже не первую катку, я сыграл уже несколько игр на Леоне. И, на самом деле, в четверке очень тяжело играть, потому что четверка, эта позиция, от которой, в принципе, не особо что-то зависит. Вы можете выиграть очень хорошо начало, но, к сожалению, издало это проиграть. Что ж, первую игру, я не знаю сейчас, как мы пойдем, или на двойке, или на четверке, я пока что не знаю. Сейчас посмотрим по пику и, конечно же, по началу гайда мы сейчас пройдемся простенько по персонажам, какие у нас там контрпики и тому подобное. На самом деле, Леона контрпикает абсолютно все, потому что Леон не такой жесткий герой, чтобы там прям, ну, бояться, умирать, там и тому подобное. Леон падает от всего абсолютно, абсолютно от всего. У него нету армора, у него нету хп, там, Тинни его с прокаста убивает, Леон на дуэль берет, он умирает, Инвокер там санстрайков убивает, то есть, вот эти все, блин, как бы герои, как бы, ну, очень-очень жестко его убивают. А что у нас любит контрпикать, так сказать, Леон? Леон это жесткий контрпик на начальную стадию, в лейтгейме, конечно, уже потяжелее с этой темой, на начальную стадию очень жесткий контрпик для Медузы, для Леориков, для Вивера будет хорошо, потому что Вивер, когда бегает в Шукуче, когда у него есть ману, то его поймать очень тяжело. Поэтому, друзья, как-то так. Что ж, посмотрим, есть мидеры, сразу спросим, есть мидеры норм? Или я могу встать? Вот так спросим у ребят. Спросим у ребят. Один отвечает, что я могу пойти. Гоу. Гоу, тогда первую катку сделаем на двоечке. Будет у нас в гайде первая катка на двоечке. Что мы сейчас будем делать? Конкретно этот билд на двойку подразумевает у нас покупку дагонов, аганимов и актаринов. Все вот это, все вот это в совокупности дает нам очень большое количество дэмэдж. Что у нас должно быть в паке? Типа, тревел, даггер, актарин, аганим, этериал и дагон. Вот все, шесть артефактов, которые мы тут должны собрать. И вы представьте, насколько жесткий этот будет Леон. У него кдшка будет, кдшка дагона будет семь секунд, ультимейта шестнадцать, хекс будет там вообще копейки кдш, третий будет просто без кд, первый тоже будет маленький кд. Ну, короче, очень неприятный Леон будет, но если дадут затянуть в лейтгейм эту катку, то тогда, конечно же, будет очень хорошо. Посмотрим, что у нас будет тут. Надеюсь, ребята напикают нормальных лейтов. О, первый вот персонаж, этот первый слот пикнул, очень неприятного героя для меня. Придется очень сильно напрягаться, возможно, придется брать форстаф, и, к сожалению, это не есть хорошо. Придется очень много детекшена носить, если в команде не будет, шаристых ребят будет очень тяжело. Очень-очень тяжело будет. Ребята что-то там задумываются, в раздумии, не хотят брать героев. Не хотят брать героев. Наш герой очень сильно еще уязвим от Клокверка, Клокверк, потом Редлистеры всякие, Секрет Вориор, Пуджа я почему забанил, потому что очень неприятный. Найкс тоже будет неприятный, Рейдж, мы там на него направить ничего не можем. То есть, будут такие неприятные моменты. Далее, кто у нас еще так, если пробежаться, всякие там, вот если Сайланс нам дают, мы тоже ничего не можем сделать. То есть, вот на Скай я посмотрел, Сайланс видел, палка, пугны, тоже неприятно. Кто у нас еще может что-то? Войд Куполи уничтожает просто за пару тычек. Но и так же мы Войда можем очень сильно напрягать, потому что мы можем дать Хекс и не дать ему вообще в принципе ничего. Дум на нас кинут, до свидания. Тускар вообще нас в ноль унижает, потому что он когда закатывается, мы его, по сути, мы ему ничего не можем сделать. Но мы можем воспользоваться такой фишкой, что когда он катится на нас, попробуйте его простанить, он упадет в стане. Сразу. И попробовать в это время, во время сноубольного встана, когда мы встанем, и во время, во время того, как он встанет, попробовать успеть нажать Хекс на него, и тогда все получится. Как бы так. Ну, посмотрим, что нам эта катка сейчас принесет. Что, 10-й слот АФК на рандом хочет какой-то. Ну, нам Керри нужен, по сути. Снайпер это не Керри. У нас говно, пик на самом деле. Снайпер это не Керри просто. Снайпер это Крип. На этой карте это вообще не герой. Курион на рандоме, понимаю. Но это просто кормушка будет лютая. Ладно, не расстраиваемся, по пику луз, но по составам, посмотри, может у нас состав сильный будет. Давайте догончики. Этериал им. Попробуем сейчас максимально всю эту тему быстро поднять. Если честно, очень хочется Аганим к 14-й минуте, но он не настолько профитен, этот Аганим к 14-й минуте, как, допустим, к 16-му левелу. Аганим, как правило, делается к 16-му левелу, и тогда у нас очень много импакта. 20 секунд КД, большой урон, массовость. Это очень круто. Давайте сейчас попробуем тогда. Вот честно, ребят, играл уже на Миду, на Леоне, и много, и на стримах постоянно играю на Леоне, если играю через Мид, беру либо Дайггер, либо Дагон. Вот конкретно тут я не знаю, что и как будет лучше пойти. Посмотрим по бустам. Если у нас будет все хорошо идти, я сразу сделаю Дагон. Хочется, ой, Дагон, сразу сделаю Аганим, чтобы уже Аганим заранее был. Но импакта от него сильного не будет. Вообще, всегда делается первым артефактом это Даггер, типа, допустим, ну, как я собираю, Транфил Даггер, и все, и поехала. И Душиловка. Как бы, ну, будем так делать. Ну, Снайпер у нас, как я и сказал, будет Крип, это будет Фит Контора, сразу видно даже по Затару. Не знаю, посмотрим, ребят. Посмотрим. Let's go. Много дискуссий всяких, всяких. О, Рики в Инвизитот. Б. Б. Рики в Инвизитот. Ай, ну, Господи, что ж вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Жесть. Снайпер мид пошел. Я мид иду как бы. Что ж, ребятки, делаю так. Там и так было понятно, что там Рики в Инвизитот, на него щит кинули. Уже видно было. Ребята просто подфидели. Ладно, тяжелая будет как-то. Блин, Криппа всех переагрил, хапанул. Колточку. Оп, хорошо. Оп, Лени немножко так прописали. Чапалаху. Станом фарминг. Понимаю. Давайте вот такую штуку дам. Будем Лену тут задрачивать. Плохо, что варда нету. Но сейчас возьмем. А, куры нету даже. Не говоря уже о вардах, куры нету просто. Не очень такая ситуация. Пик говно, куры нет. Вардов нет. Ты же мидер, купи, да? Типа, ну, я не обязан покупать. Мидер не обязан покупать куру, на то есть саппорт. Есть в читах. Дай маны. Плохо, что левел не добил я. Убил бы ее сейчас. Убил бы сейчас. Эх, не добью. Этого хотя бы добить. Хорошо. Есть станчик еще, да? Отлично. Там, в принципе, один импейл, он до свидания скажет. Если подойдет поближе. Хорошо. Наверное, не буду пушить. Давайте хил возьмем еще один. Нам нужен расходник, и надо стоять фармить. РСС. Напишем. А, регенерация, да, выпала у тебя там? А, нет. Не реген. Стик надо вообще взять тут. Оп, хорошо. Высосали. ДДшка, парень, ДДшка, я говорю, что там, регенерация выпала, да? Осудительно. Не так ли? Так, ну идет. Хил. Хорошо. Тяжелый мид будет. Что там, 90 маны, да? Можно подбайтить. Оп. Пычечка. Пычечка. Я, кстати, мог забрать ее, если бы маны не сосал. А, ну Фурион заберет, да? Хорош. Ну, я левел получил. Достаточно. Пойдет. Может, Фурион у нас хороший. Не знаю. Посмотрим. Но мид уже, в принципе, нормально. В экспе плюс. Имеется. Хотя мог я сам ее забрать. Мог сам забрать. Так, сапог, хилка. Три хилки я уже купил. В миду. Сейчас Лина придет, будем продолжать спамить. Ну, сразу спам. Стан. Такую штуку. Что-то он меня не любит вообще на Лине. Ну, сапог в куре катается. О, так я умер, да? Нет. Повезло. Можно сапожок. Ребят, очень нужен. Честно. И хилочка там. Лина вообще не должна у Леона мид выигрывать вообще никак. Потому что она должна без маны стоять просто. Сколько там? 130 маны. Опа, хорошо. Зачем КДшки сливаешь? Ты не убьешь ты меня с руки. Да, понял, что не тянет. Джи-джи. С руки не убьешь, не пробиваешь. О, ясно. Ааа, так меня... Я еще и стану не попал. А как он... Зачем он так отмансил? Вопрос, можно? Вот тут почему он отмансил? Я же еще встал так. Он, по идее, меня тут не должен был видеть. Я же отсюда вроде к вставал. Тут пригорок такой конченный. Ладно. В любом случае, меня втроем пришли. Окей, моя ошибка. Не пофиг. Бывает. Бывает. Втроем пришли гангать. Вдвоем еще дополнительно. ДК пришел. А у него ботл. Вот почему он пришел. Погнали. ПП-шка. Все. Найс стан, конечно. Крутой стан, отличный. Отличный стан. Отличный стан. Побежал. Молодец. По кругу бегать будет. Он хорошо. У него армор, кстати, хороший. Семь армора это много. Да я тебя побью немножко. Че не поддаешься. Фингера не засуну. Вообще, с появлением ультимейта прям очень-очень легко убивать становится. Ну, например, вот так вот. Не знаю. Хорош. Да что втроем вы тут на миду делаете? Классическая дота против Азеса, что ли, пошла? Тупо, походу, классик дота. Классикал. Дай маны. Все, ману просто стягиваем и все. Помах. Есть пробитие. ДС просто пришел в наглую фармит мой мид. Тупо, ну, по классике. Оп, хорош, еще маны взяли. Сейчас ману так будем стягивать по чуть. Хорошо, Рики не пришел. А я транквилу тут бросать сейчас буду. Рики на низу стоит. Надо не давать ему фармить. Почему он вообще фармит? Надо наперед просто становиться и все. Пусть экспец, но не фармит. Да, даже вот так вот. А то он просто стоит фул фри просто против Леона. Это, ну, из области фантастики. Да, еще маны. Хорош. Фингер откатится, должен его нагнуть. Восьмой левел хочется. Оп, нормально. Все, прогнали, можно сказать. А нет, бежит обратно. Почему он щит не кидает на крипов, когда у него маны есть? Он 130 маны берет. Я не помню точно, сколько маны берет. О, Рики, приветствую. Боже, у тебя мана на щит осталось еще. Стики нажал, кстати, да, на щит мана появилась. Ладно, меня стараются тут загнобить с самой первой минуты сразу же. Это видно. Ладно, с Линой стоял. Начинается вот эта вот дрочка. Хрен с ним. Пойдет. Помогите, кто-нибудь есть еще, ТП, фермеры? А, не маны? Нет, Зевс вообще. Ой, Зевс снайпер в ФК ушел. Боже. Ну, я не добью его. Ах, хорош. Попал таки. Даггер надо, ребята, тут погоним, нет смысла выходить. Надо даггер сразу. Рики в мид пришел тоже. А-а-а! Вот оно еще. Ну, я умер опять. Еще и Феникс сейчас подпилит. Да что это такое? Что за хейт в мою сторону? Что это такое? Просто четыре героя в миду. Ладно. Ну. Сделаем так. Хейтят, пацаны. Прям как будто игра с подписчиками. А мне кажется, тут лус у нас не керри, ничего нет. И мы еще и начало сосем. По-моему, тут вообще никак. И сесть с ней туда! Как будто тебе СС помог бы, ты аквилу покупаешь первым артефактом. Я порой поражаюсь с этих жестких игроков, в кавычках, нет. С их логики. Типа, вот СС не написали, вот значит умер я. Да, типа, такой смысл. Да как я не попал? Что это такое? Господи. Все, это ластовая катка на сегодня. Я больше не буду писать. Это третья игра, я не могу записать гайд на Леона. В четверке невозможно выиграть. Лего БКБ не покупает. Лус катка. Эх, 60 минут зря потел. В этой катке просто душат. Жесть. Я орну, если катку мы эту выиграем. Потому что начало овер плохое. Невозможно плохое начало. Ну а что спорим, Рикки Мару рядом с ним бежит. Он бы так не шел. Просто Рики рядом бежит. Ну конечно, тут к гадалке не ходи. Дай я фингерсона. Просто. Я не удивлен. Он от меня еще их уводить начал. Развернись, беги. Я заберу кого-нибудь, я про станю. Я что-то попробую сделать, какой-то импакт внести. Какой-то импакт я попробую внести. Хотя бы. У меня не хватит мамы на комбинацию, да? Таггер надо первым артефактом. Даггерок, даггерок. Это наш даггерок. В центре поставил, уже увереннее стоять было. Просто пошло оно все. Махнул рукой, победил. Почему я не беру Хекс, вот спросите вы, наверное. Я не знаю, будет эта игра вообще не будет. Типа выиграна она или нет. Типа успешно, интересно или как. Почему я не беру Хекс на ранних стадиях? Ну, в Леон через 1-3, в принципе, я не вижу смысла Рома. А они не давят под Тавра. Я на ТПшках не отрабатываю. Поэтому и Хекс не беру. Ну, Хекс обычно берется, летит уже, Драконус. Что с этим ДК? Мне вот интересно, почему он так, ну, Ромер. Что-то выразится так. Ромерский ДК. Что-то новенькое. Идет стана давать. Боже, опять. Ну, какого хрена? Да, ну, я понял. Я тут не выживаю. Я опять не дал ультимейт из-за тучки. Ладно. Ничего не везет, просто. Подойди к нему, он, блин, конец. А, все, Джи умер. Классная гадка. Почему я не даю сразу, вы скажете? Да потому что мне фраги нужны. Я не хочу доверять. Кому доверять? 0.27 слоту. В любом случае, из-за этого, конечно же, получается такой рассинхронный игр. Так, окей. В центре упал, тпшку. Обсерв. Еще три минуты в обсерву, да? Хорошо. Погнали. Есть такое дело. Рики, дай маны. Ты не убьешь меня. Ты сдохнуть еще можешь тут. Маны нету, пацана. Умер. Хорошо. Да, мой дорогой. Тяжелый старт, легкий конец. Помните такое? Ладно, я понял. Да, ленсер максимально не дает мне сделать даггер. Ну, пацаны там слаженно играют. У нас ран синхрон. Ран синхрон. Чпоньк. А, то есть вот этот крип был дальше, чем тот. Понял. Механика игры, спасибо. Круто, неплохо, интересно. Можно даггер, ладно, даггер на тапику, там, глупо, пешечку. Четырнадцатая минута, регенерация. Десик. Оп. Я помогу там сейчас. Хорошо. Задушим. Ручку не давай, пожалуйста. Хорош. Дай мне отойти сюда. Найс стан, господи. А что ты сюда идешь, туда? Все, я тебя понял, извини. Я не попадаю станом, это как вообще? На Лионе не попадать станом, это нужно быть таким криворуким. ДК, ты рофлишь? Штоги же. Просто, у меня что? У меня что, МХ должно быть? Лину еще видеть. Моралит меня. Пытаются заморалить еще команда. Команда еще плохая, то что тем... Они не стойкие на мораль, пацаны. Моралит еще. Моралит, пацаны. Пишем ЕА. Погнали, соло гейминг. Дасты. ДС на низу, есть фингер. ДС убиваем. Соло гейминг пошел, ребят. На команду не рассчитываем. Все, надо соло геймить. Хорошо. Погнали соло катку, ребят. Так, от Рикимару. Что нужно от Рикимару? От Рикимару желательно какой-то форстав. От ДК стана Линкин сфера. Тут не получится сделать такой билд, который я хотел. Вообще, можно сделать сейчас догон. Я смогу и Рикимару шотать, в принципе. Вообще, любого смогу шотать. Давайте агоним, потому что у меня 12-й уже. Попробуем сделать агоним. Потому что... У нас скоро 16-й левел. Лучше уже иметь будет агоним. Я считаю, что это будет лучше. Чем догон. Массово ультимейтам. Давайте. Нету тпшки у меня на топ. Ребята там дерутся. Погнали в магаз. Раз. Они хорошо там оппоненты двигаются. Не так, как у нас. Как там такое, вяленько все. Давай-давай-давай, закупчик. Но меньше обращать внимание на свою команду сейчас нужно. Именно меньше в плане того, что они там пишут и тому подобное. Стараться приходить там, забирать что-то. Вот, допустим, сейчас там феникс лоу-хаповый. А, они там все лоу-хаповые сейчас. Хорош. Хорош. Вот так вот отыгрывать просто. Я так агоним себе подниму. Агоним так себе поднимем. Хорошо. Они очень сильно давят так. Так, у меня уже есть лову. Волшебный пальцевич. Чтобы кому-то пихнуть. Можно воспользоваться. Дородиенс купил DS. Молодец. Гоу, погнали. Фиес эхо слив. Так, ну и есть палец. Отлично. Так, фиолетовый, это у нас слиночка. ТДшечка. Опасно, что Рики там еще. А они по-любому сейчас TP на мид будут делать. Че рискнем? Или не рисковать? Да, конечно! О чем речь? Конечно. Три героя уже. Просто вот... Ах, как повезло, что ЕС был рядом. Просто молодец. Отстань от меня. Рики, нет туманы. Все, я ушел. Пойдет. Могло быть и хуже. Я не оценил тут ситуацию. Рики просто... Видели, как Рики пошел? Он пошел так. Соответственно, то, что я уже вот так вот не смог бы дать импл в троих. И тут уже выбирать либо Рики Мару. Но Рики Мару посерьезнее цель. И его желательно убивать. Нежели чем других каких-то персонажей. Пойдет. И там еще забрали. Нормально. Сейчас фокус поймаем. Немного ошибки свои переменим. И у нас уже, в принципе... Я топ фидер на карте почти. Там Фурион топ фидер. Но суть в том, что мы, в принципе, выравниваемся. Жаль, фингера нету. Есть дасты. Бегеге, друг мой. До свидания. Сейчас уже огоним бет. Хорош. Чат не читаем, не моралимся. Убираем чат и начинаем играть в доту. Все, есть. Огоним. Все, огоним и тпшечку. Есть. 16 левел почти имеется. Сейчас мы фингером будем так напихивать. Уайдк там ломает. Глик прожал я второй. Так, погнали. Там ДС еще леса колотит. Чакура Рьюзайте. Кто-то Рьюзнул оставил на месте. Кто-то ДТП хнулся. Сейчас поможем. Ага, фен. Я мог фена сейчас зацепить. Не хочу КД сливать. Без ультимейт. ДС. Придется слить КД. Надеюсь, он... Ай, ну ладно. Ладно. Господи, что вы тут ходите? Уйдите отсюда. Может, фены лучше? Понял. Я туда текшна. Не попал я. На базу. Пойдет. Дасты, ребят. Дасты. Надо просто больше АПМить. Если вы играете на Льоне... Вот я заметил, чего мне не хватает. Мне не хватает АПМа на Льоне иногда. Нужно именно встан туда не направо. Опа, ЭСК, Ашка, быстренько поотменял. Все, побежал. Все, хорошо. Так и играем. Так, далее Этериал тогда будем делать. У меня почти есть, да? Почти, да. Почти. 40 секунд еще. Рики. Опа, 16 левел. Есть. Отлично. Рубим. Опа, ДК-шки. Иллюзии, да, наверное. Это настоящие. Если бы это была иллюзия, она бы исчезла. Обманывай меня сюда. Это настоящий год ушить его. С руки ему, правда, срать? Рики тут. Понял. Боже, ну нету кнопок. Я того родственник. Рики. Есть. Текст надо дать ему. Хорошо. Рожь. Ну почти на вставочку прям. Дабыл тильчик такой. Мощненький получился. Мощненько прям. Так, ну все. Сейчас ультимейта будем работать. Погнали. Будем работать на ультимейте. Imperial Next. И Octarin пойдем. Нулик продал. Что-то догон. Тут не знаю. Будет, не будет. Пока нет возможности. реализации догона. All Ethereal надо сделать. Так, вот эта штука есть. Ну вот тут, наверное, вот этот парень на... Да есть нашему любимому. Нет, нету. Жесть ману просто люто высасывает. И все. Слушайте, ну катка выравнивается. Вы сами видите это, да? Несмотря на то, как меня в миду насиловали. Вы это любите, когда меня в миду насилуют. И я немного начинаю нервничать. Но меня на самом деле такие игры немного поднапрягают. У нас лейт слабее. В рекимару там ДК. Жесть, это же очень сильные герои. Как против них на снайпере парень будет играть? Который пишет. Эй, эсэй, где? О, баг. Вижу. ДК можно убить. Блин, с руки его хрен пробьешь. Товы ДК. Хорош. Каждые 20 секунд сейчас будем вот так вот делать. Хорош. Все, можно пушить спокойно. Там ДС, правда, лютый. Прям очень много он умеет. Рики. Дайманы. Не долманы, прикинь. Развратник. Эхо, жесть. Поверь. Покажись. Нету маны, ребят. И даггера не было. Я бы оттп шелся бы задушил. Я бы оттп шелся бы задушил бы. Вот сюда. Дайманы. Но нет смысла Хекс давать, он убежит. Он в Сёрджо очень быстро бегает. Там 522 просто побежит и все. Ему пофиг. Ну, мне догоню я его уже. Вариант был только отсадить его на Хекс, но дальше что с ним делать непонятно. Нету маны, друг. Клб. Потому что сейчас с Рики придет задушил. Клб. Хорошо, почти есть у нас Эдерил. Эдерил. Снайпер не видел, да? Там пен идет. Еще кто-то в лесу, по-моему. Да, на базу. Да, ТК-шка там. Так, у нас есть все. Гоу, вот так вот. Продадим стики давайте. Стик. Гоуст берем. И возьмем дасты. Все, хорошо. И работаем. Погнали. На миду, наверное, будет веселуха. Рики сейчас на мид выйдет. Или кто-нибудь хотя бы. Он такая идет. Понял. Я умер. Все равно. Ну, я как бы еще живой, но не живой. Ой, как же они не устали. Хорошо сбили. Но Лина еще подошла не в тему. Нормально, продолжают они. Задушили. Один в четыре. Тупо вот всю игру так. Всю игру так. Меня просто раком ставят в этой игре. Один в четыре хотя бы так. Пойдет. Один в четыре хотя бы. Надо было вообще реки Мару попробовать дать Хекс. ДК уже стан отдал. У него замедла нету. Да, нелогично было. Нелогично. 38 секунд сидим в таверне, ребят. 38. Сидим. И я всегда герочек будет интересно брать или нет. Я ульчик сделал. В принципе, если все идет плохо, да, это, в принципе, приемлемо. Нормально. Нормально. Ну, пока, пока играем. Пока играем. В принципе, игра выровнялась, можно игнор чата убирать и дальше руинить. Рики неуязвимы просто ходят. 700 хп. Я Рики почти сразу убиваю с ультимейт. Сейчас Рики, если будет там где-то с крипами фармить, я в крипов просто ультану, по идее должен умереть. Сколько? 700 хп. У меня 1000 ультимейт берет, но где-то минус резисты. А, и вместе пошли, да. Ну, может, Рики останется, будет подфармливать, сейчас посмотрим. Сейчас ночь, опасно ночью вылазки делать. Без врыва даггера будем делать это все. Просто подойдем, хотя посмотрим, как это будем делать. Может, и будем прыгать. Нет, они бросили просто до линии. Ушли, но они вместе ходят. Тупо вот вместе взяли, пошли там, куда, пофиг вообще им. Пешки нету, но я тут еще не палился. Ладно, гитбэк отсюда. Вардов нету, ну а здесь пока варды не поставят, никто не поставит. О, кто-то купил варды, тарандует уже. Хоть как-то. Так, 2300. Это Этериал почти у нас уже есть. Без Этериала, конечно, не весело будет. Опа, ДК там нападает. Там и Рикки еще будет сейчас рядом. Сто процентов. Готов. 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 Нету хикса. Блин, там слишком опасно. Оп, делаю. Хорош. Рикки, правда, задушил тут. Вырезал чисто под шумок. Нету хиксов. Ах, я понял. Ору. По-другому тут и ничего не сказать. Снайпер бьет, я думаю, ладно, буду бить тоже. Я такой прыгаю снайпер, ну нафиг. Но сбили бы, сбили. Сбили бы. Пойдет. Даем минус 4. Даем минус 4, ребят. Без моей смерти, кстати, но я почти сдохну. Хорошо. Так, на низ го. Сейчас Лина, по идее, там пойдет. Вот так вот. Сделаем. Кто? Оранжевый это у нас. Ага, ага. Фиолетовый Линочка. Нет, не Линочка. Не Линочка. Куда фармить? Копейки остались. Можно даже... Да не, не буду тратить так. В голове две пачки, я бы душанул бы. Нормально так. Все, get back. Хорошо. Давайте вот так сделаем. Рики ЗБ. Да, надо гем от него. Вардики. Кто бы у нас повардил? У нас кто-то вардит. Сейчас посмотрим кто. Урион вардит. Молодец. Урион вардит. Надо обсервить. Так, у меня есть Этериал и Дагонович. Наш улучшенный. Вот так вот. Хорошо. Next Octarin в принципе можно сделать. Вот туда. И Тревел надо вообще. Next on Travel сделаем. Чтобы быть более мобильными. Сейчас вот сюда пойдет. Оу, нифига вы там. Что за засада? Блин, они муваются вообще же гениально. Гоу, маны высосим. Вард. Гениально, муваются, пацаны. Так, окей. 500 маны есть. Сосали. На комбинацию Next on Travel надо насосать. И опять, дышь-бах. Тыч-бах. В принципе, любого могу сделать. Кроме, кроме, кроме КВ. Еще 600 маны. Кроме ДС. ДС слишком много HP. Хорошо. Хорошо. Эстетический оргазм получили. Они врожь, походу, да? А нет. Ага, внизу все. Хорошо. Прин откачивает их, это радует. Так, агоним. Агонимный ультимейтович есть уже. Хорошо. Гоу. Вот так сделаем. И вот так вот. Будет приятнее. Я не могу муваться более агрессивно. Когда будет гейм, я смогу более агрессивно муваться. Прямо я буду чувствовать, что у меня есть уверенность. Ах. Ща ТП-шку сделаем туда. ТП-шку. Гоу. Глобалку нажали, ну, такое. Такое. Я сделаю так, но. Что? Почему сбилась? У него маны нету? Хорошо. Совсем. Ману. Пойди должен. Но можно даже на вставочку такое делать. Такой прыжок веры, бах, дистанция такая лютая. Хорошо. Так, 1700. Тревел в студию. Гемчик есть, можно поесть. Гемчик есть, надо с леса высосать маны. Вот так вот, 600 маны. Тут 500 маны высосим. Хорошо. Погнали. Найду кого-нибудь, в принципе, этериал и ультимэт мне хватает. Феникс, молодец, вардит. Еще 300. Смотри, Феникс, всю карту завардил. Я поснимаю, сейчас все поснимаю. Лину я ни разу не убил еще. У Лины очень мало HP. Но тоже это Реал делает. Пробал, наверное, срочно. Хорошо. Бедный ДК страдает просто от комбинации. Так, тревел имеем, да? Все, тревел есть. Пашек нету, правда. Надо будет сейчас подсосать. Я закрыл. Будет БМ-жать? Умер. Я ушел тоже. Я ушел. Разберу Транквил как раз на базе. Хорошо. Вардик возьмем. Все, знать, побежали. Побежали. Так, Фуриончик где-то у нас умерший, да, был? Хорошо. Ну, в принципе, я думаю, вот так и будем играть. Я не знаю, кого-то вырезать и одеваться почетно. Потому что другого варианта я не вижу. Ждать, пока снайпер что-то оденет. У него манта только. Рики Башер. Опа, сейчас ночь. Это минус Рики будет сейчас. Сделаем вот так вот. Пиццкетсуск. Пиццкетсуск. Ману надо. От Лины еще Линку бы сделать. Лина меня может убить, она меня просто не цепляет. Вот тут сделаем вот так вот. Хорошо. 1800 маны. Отлично. Лина. Жесть, не успел, да? Успел. Отлично. А я умер все равно тут. Снайпер, брат, подкини шарапнель. Уи, маны, да? А, там вообще маны нет. Ой, хорош. Но снайпер погиб. У меня нету маны, просто нету 100 маны у меня. Маны нету вообще. Лину я с комбинацией хотя бы задушил. Жесть, маны вообще нету. Свормтонерзул. Хотя бы Феникса до ультимейта забрали. Чек варт. Ура. Поставь один туда. Фори, ну пофиг, да? Не варик туда чекать, потому что мне нужно маны высосать. Я умер, да? Оп, это рел даю. Зачем? Хорош. Надо выйти. Надо выйти, надо выйти, ребят. Get back. Get back. Маны нету, мне не дают маны высосать. Так. Разбираемся далее. Геймплей тяжелый. Но что нам нужно делать, ребят? Не спешите. Мы без лейта играем. Как бы это глупо не звучало. Пока снайп не оденется, нам крайне тяжело будет играть. Поэтому просто фармимся за счет фрагов. Хорошо. Так, вот там. Где там у нас есть там вот эти все штучки? Варды есть, интересно тут? Я могу под варды тут идти. Ага, вард есть. Я его не собью, блин, никогда в жизни этот вард. Тут опс. Сейчас на топ, наверное, полетим. Там фрагочек надо будет забрать. Они меня тут видели, надо сейчас на топ быстренько перебежать. Лина, отлично. Этериал, ЕУ. Хорошо, дать Хекс. Жалко, что я без даггера. Пойдет дальше? Не пойдет. Но на руну побежала. Хекс дал. Стан дал. Отразило. Я умер. Ошибка, которая стоит сейчас очень многого. Погнались за Линой. Вот они все тут пятером были. Ну вот такой бред нурили. Джин и ЕС отдался. И Сало отдался. Это минус Мид. Это пегагет. Просто за один мув игру отдали, называется. Джи-джи. Ой, печалька. 50 секунд. Но у меня нет, нет пейбэга. Но минус Мид это не приговор, но... ЕС без даггера. Ну как ты без даггера играешь до сих пор? Куда ты идешь? Ору. ЕС 40 минут даггера нету. 40 минут даггера у пацана нету. Ладно, он ЕУЛ сделал. Типа, да, там тяжело выформить. Но даггер дальше делает. С выключенным радиком бегает. Думает, наверное, блин, а че не запиливает никого? Что-то ЕС вообще игнорщик. Так, 13 секунд. Ладно, минус гем, это, конечно, плохо, но у нас гем почти откатился. Все нормально, значит. Все получится. Главное верить. Главное верить, ребят. Не сдаваться. Одна сторона, это не страшно. Одна сторона, это не страшно. Я сейчас рискну, конечно, но этот риск может поощриться. Я не успел, да? Ах, как же тяжело без вардов играть, жесть. Видеть, просто прыгаешь, добиваешься. Тут тоже, возможно, вард. Ну, все, без гема нет уверенности у меня теперь. Надо гем брать, опять. Как будто, блин, я один на девять играю, просто приходится за всех все думать. Надо гем, там надо вард поставить, как будто, знаете, ну, очень, ну, тяжелая катка. Для меня такие игры очень тяжелые, потому что, ну, реально просто не с кем тут позиционироваться. Очень тяжело. Прям, ну, реально тяжело, но вы видите это сами. Хорошо. Шел, увидел, победил, теперь ману надо сосать. Просто, блин, хоть один бы парень тут прям так подзапотел бы, как я. Было бы круто. Хочется катку выиграть, не хочется отдавать. Мид, это чисто наша ошибка общая. Печально. Печально. Все, надо набоить, и поняту. Они, блин, там, они на рассинхроне, блин, вообще так плохо отыгрывают. А мы можем, мы можем задушить эту катку. Видите, вот они соло отдаются. У нас мы же так же умерли. Но умерли, опять-таки, получается, по моей вине. Я же прыгнул, я не успел, не зацепил. Я, вернее, зацепил. Но фурион не дал вижен тоже первым. Он мог дать первым спеллом вижен. Он не дал. Вот вам и вся ситуация. Из-за этого минус мид. А это очень сильно решает. Очень сильно решает. Гем надо. Блин, я хочу уже авторин доделать. Какой гем? У ЕСа 1100, а даггера до сих пор нет. Ну, это плохо. Очень страшно. Пойдет. Так. Го активно. Попробуем вард активный поставить один. А блин, а живая, да? Плохо. Надо идти. Помогите мне. Пацаны. Сюда откнуть. Они нас тут видят. Хорошо. А это плохо. ЕС, брат, нажимай кнопки. ЕС, бэк. Ай, нет, только не это. А я умер тут. Бежать даже не смогу, наверное. Надо пробовать так бежать. Так. Хорошо. Так, делаем. Более-менее пойдет. Могло быть лучше. Безусловно, я мог лучше отыграть тут. Но слишком опасно на таких хп. Так, есть у меня акторинус. Акторинус есть. И вот сюда. Потно, потно, потно. Низ хотя бы сломаю, я думаю. Так, бесплатная мана есть, да? Значит, фингера сейчас засунем. Есть. Раз, два. Ломаем. Хотя бы по таверу надо сломать. Фура на топе. Я на низу доломаю. Хорошо. Лину быстренько сразу слили там под станом. Это очень хорошо. Очень хорошо. Отлично. Давайте, знаете, что сделаем? Урион там на топе в пушит. А, ну, в принципе, он уже допущен, да? Лина может газонет на него. Этериал Дагон. Ультимейтович. До свидания. Бегут там толпой. Толпой не получится. ДК-1800 хп стал уже. Так, гемчик надо бы, наверное, да, ребят? Он просто жесть, как нужен этот гем. По-другому никак. О, есть Даггер купил. Сол продал. Хорош. Хорош. Так, ну теперь нужно аккуратненько воспользоваться тем, что у меня есть. 14 секунд КД. Просто распихивать всем. Бах, бах, бах. Мобильности мне немножко не хватит. Форса сюда добавить было бы хорошо. ДК с вардами, БКБ хп. ДД хп бейте. Я мид дефну. Надо к ребятам идти. Быстрее берите, только пожалуйста. То есть тут будет драка, драться тут не буду. Драться тут нельзя. Подвижно. Хорошо. Мид толкнем. Низ топа нас толкнули, да? Низ надо толкнуть. Низ толкнуть сейчас. Низ толкнут. Фура с хади собрал. Но фура правильно, мне кажется, собирается тем, что снайпер у нас. Не знаю, под вопросом стоит. Тут кто-то был. Опа. Отойти. Отойти позиционку взять. Отойду позиционку сделаю. Хорошо. Рики. Хелпанет кто? Рош. Рики тоже наш. Отлично. Уай, как хорошо. Уф. Вот эта драка сейчас решила исход игры. Мы сейчас будем заходить в хайграунд. Джи-джи. Мораль пошла у пацанов. Гоя на низ топа нас. Вай, как хорошо. Вай, как хорошо. Ай, без маны оставил меня фурен. Отлично. Отлично. А какой тяжелый старт был, да? Как же нас насиловали. Пуш. Минус пять. Какой домой? Домой. Хотя бы сторону одну надо. 30 секунд. Ломаем. Не хватает только догонов. Шестерку, восьмерку тут и все. Пятерка догона и гг. Две стороны надо фланговый сломать. Нормально будет. Почему не мид, спросите? Не знаю. Мид мы не пошли. Крипы слишком далеко. Крипы слишком далеко. Поэтому сломаем низ и топ. Считаю, тоже будет неплохо. Хорошо. Куре он не сломал, да? Плохо. Ну, хотя бы одна сторона. В. Хотя бы одну сломали. Радует. Визибилити. Вообще, сейчас время надо раздевардить все, что можно. Кура пошел фидить. Друг, зря ты так. Б. Куда снайпер пошел? Куда снайпер пошел? Я не пойду туда. Смысл. Фид контора тупо. А у них тут вард стоит. Вард стоит тут. Мне хоть здесь вард. Вард. Куда фура пошел? Фура байбекнулся, пошел фидить. Не, мне фидить нельзя тут. Если я сейчас умру, это игра луз будет. Кура тоже сфидил пошел. Погнали низ отпушивать. Стоп фид. Глуману сосать. Можно просто тупо стоять и сосать с актарином. Все, почти фуллумановый сосал. Жестко. Сало с аганимом. Это очень странно. 90 секунд. Урион. Все, ману на деф высосали. Опасно тут стоять. Они спушатся, да? Варды есть. Вардах нет. Аккуратненько в мид. Мид деф. Жесть. Еще катку не выиграли, но... Чувствуется напряжение такое в заднем проходе. Потому что мы еще не выиграли, а уже такие. Возрадовались. Хотя даже топ не спушили. Так, у меня есть 5к. Не знаю, почему взял парень на снайпере гем и пошел фидить с гемом. Вообще не вкурил я. Блин, не знаю, он только так тут запихивать. Так, у меня 5300. Требел 2 взять. Или керасу. Чтобы пушить. Я испугался, думал, что оппонент. Сразу же такой дергаться на муве. Дагерочком. Опсы надо. Нам опсы надо очень срочно. Что там? Опять радиенсом, кстати, куру одевать, что ли, чтобы победить. Вау, 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 вау. Что-то ты годна. Годна душа, пацаны. Ну, мне кажется, мы сейчас кто-то сел умрем. Это говорит. Но есть байбайка, типа. В. Вижен надо. Ча-кура, кстати. Моя, да? О, вот так вот. Домой, дорогой. Ой-ой-ой-ой, я сейчас, походу, тоже домой, дорогой, сделаю. Да пропустите меня. Жесть. Хекс даю. Не умру, надеюсь. Я только что сам себя убил. Чекайте. Превел 2. Погнали. Пошу сюда. Опа. Я сам себя убил, не успел кнопки нажать. Хорошо. Найс. Пойдет в сторону. Тут гема нету. А это мой гем был. Я мог успеть, ребят. Мог успеть нажать. Не успел. Не до контроля. Все есть. 500 маны дайте мне, пожалуйста. Хорошо. Сейчас контрить буду, пацана. Пошло дело. Мид ломает, да? А я тебе ману буду сосать сейчас. Оп. Хорошо. Хекс. Бах. На тебе вот так вот. Засранец. Заказу мадам. Начал лаз-барак доломаем? Доломаем, да? Мне главное не сдохнуть после бэйбэка. Лаз-барак так и не доломали. Уф. Сейчас жесткое такое. Ну тут без радиенции, видимо, обойдемся. Хорошо. Тут варда нету. Меня бы уже убили тут. Ага. Неплохо. Вбм хреначит, пацан. Стан далей. Я ксдал. Руш. Интересно, успею? Пойди и успеваю. Сало, интересно, выживет? Жесть, там промахи люды. Но пойдет. Главное, я без бэйбэка просто. Сало-то по-любому с бэйбэком, я думаю. Я-то бэйбэкал сейчас в драку. Так что... Моя жизнь принадлежит арде. Голмит дефить. Жестко. Сейчас задефимся тут. Сразу все, пыхнем вот это. Вау. Что-то нереально жесткое. А не катка. Вардов так и нету, да? Опасно. Да, где все они? Интересно, они шоу. Ищут кого-то, что ли? ДСа пойти поразминать просто проверочными ультимейтами. ДС может быть не один на миду. С каким-нибудь Рикимару. А-ц плохо будет. Все, отбегаем, убегаем, убегаем, убегаем. Просто это чисто проверочный был. Вот, убегаем. Просто проверочный. ДС на лоу-хп. У меня сейчас откатится, я могу жахнуть. Он это понимает. Он отбежал. Опа! Ага, нету. Понял. Нету. А, он туда тп-хнулся. Понял. Вот так сделаем. Простанем. Я умер. Без байбайка. Плохо. Опять-таки, я свою команду сейчас забайтил на говно получается. Куда ты идешь? Эх, куда? Если сейчас умрешь, не умри. Это джи-джи будет. Мне кажется, он умрет сейчас. Умрет, мне кажется. Найс, пруды. Гем есть? Гема нет. Но только бежать до лотара, ждать лотар. Есть лотар? Хорошо. У Лины нету гема. Норм. Он умер, походу, да? Ее способит. Б, Б, Б. Че? Не надо драться. Б. Пойдите оттуда. 50 сек. От ХГ. Как же тяжело ребятам объяснить. Так, но фурион пошел ва-банк, да? Да ломать лас-барак. Болеем за фурион, ребят. А че спрутов не поднял? П. Беги. Хорош. Спруты, тренды. Спрутов поднял, трендов создал. Куда ты идешь на снайпере? Найс, пацан. Чилит отдыхает. И по прямой еще бежит. Эй, боже. Баг 0.2.1 там какой-то. Убей Рики. Ой, джи-джи. Ой, джи-джи. Они вдвоем убили пятерых. Вдвоем убили пятерых. Так, ну я рецнулся. Буду сейчас помогать ребятам. Но гема нету. Дасты хотя бы надо иметь. Оп, хорош. Пошло дело. Добью его. Не добью. Я умер, да? Я еще живой. Розовый, теплый. Нет, я мертвый. Хорош. А, я еще живой. Манус усу. Хорош. Минус четыре. Там ДК поедешь живой, да? ДК за контролю. Думаю, с пушу. Хмит. А, он вообще залагал ДК. Хотя, го, трон, сало. Все, мы выиграли эту игру, ребят. Более чем уверен. Ну, потная, потная, прям напряженочка такая. Реконектит. Отлично. Сейчас будем драться еще с ДК. Барак добиваем. Лина Байбек. Я умер. А, жесть, а были кнопки же? Нет, добивай. Жесть. Я не видел, что Лина Байбек с этим лагом. Очень сильно темп сбила она. Очень сильно темп сбила. С из-за лага. Я не видел, что Лина Байбекнулась. Я был сосредоточен на ДК, на контроле ДК. А, он забрал. Хорош, сало. Добивай. GG. GG. Ну, блин, потно, ошибок много, но тем не менее. Такие потные катки вы любите. 60 минут дрочиловки. Ну, из-за того, что там Рикимару нет возможности купить шестой слот. Я бы добрал еще Дагон. И все. И нажимал бы кнопки. Ну, видите, как не удалось немножко. Не удалось. Я мог сейчас тоже Этериал нажать. Ну, там уже стан залетел, извините. Я думал, мы вообще ДК убьем. Но Сало не стал его бить почему-то. Я бы дизайблил, билл стоял. Специально Этериал Дагона не давал ему. Не понимаю немного этой конторы. А, жестко. Но в этой катке Радиенс Транквилла не пригодились. Бей. Что уже делать? Там трон падает у пацанов. Развлекай их. Этери Кимару не бьет. Снайпер просто вообще ничего не видит. Ладно, пофиг на него. GG, ребят. Молодцы. Ступок Фурион и Сайленсер тут играли. Больше тут некого хвалить. Тут смысл снайпера этого хвалить вообще. GG. Уф, первая катка прям очень потная какая-то у нас получилась. Вторая катка. Это у нас катка была через мид. Это у нас ультимейт. Уапнутый с помощью аганима. Плюс дагерочек. Тяжелый старт. Но, тем не менее, задушили. 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 Так что, вот такая тема. Вот такая тема. ЕС подрешил немножко. ЕС немного подрешил. В общем, такая катка, ребят. Next. Пойдем в четверки стопроцентно уже. В какой смысле идти уже через мид? В четверки сама то будет. В четверки. Доиграем катку. Нормально. Так, что там? Доломать надо? Сейчас я доломаю. О, не умер. Понял тебя. Оп, смотри, как умею. У меня сайленсер подручный есть. Бей. Бей, 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 бей. О, в промахе пошли. Собьем? Да ладно. Не задушили. Я побежал, пацаны. Давайте. Сайленсер, друг. Я тебя подставил, наверное. Хотя не думаю. Мозги что-то делаю. ДК там летит. Манедай. Опа, вот он, пацан. Я тут погиб, но я тяну время. Тупо, тупо тяну время. Трон лоу там. Трон лоу. Работает у нас. Пурион 20 секунд. 20 секунд. Ну, не дотянул я по времени. Каты работают. Ката, давай, давай, да. Подъезжай, пуляй. Давай, давай, давай. Работаем, ребят. Наблюдаем за этой темой. Давай, 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 давай. Еще две плюхи. Одна. Ура. Работай. Пас. Ребят, вот такая первая катка у нас вышла. На Next пойдем в четверки. Надеюсь, эта катка в двойке вам понравится. Она потная. Много ошибок, но тем не менее, видя ошибки, вы можете понять, что так делалось, а что не так. Ну, и, соответственно, благодаря тому, что у нас Фурион более-менее адекватный был, и Сайлансер это очень-очень порадовал, на самом деле, ЕС, который на 40-й минуте бегал без даггера, это жестко. Но тяжелый старт, легкий конец. Погнали смотреть четверку, ребятки. Сейчас будем играть на четверке. Итак, ребят, погнал у нас следующая каточка. Конечно же, у нас осталась каточка в четверочке. Гоу, берем Леона, берем Куру. Все, берем вот такую штуку, СЦВ, но на В не хватает. Все, есть такое вот. Погнали, все, больше мы ничего брать тут не будем. Я четверка, я четверка. Я четвертая позиция, парни. Все, обозначили. Курочка взяли, Варды пусть сами там берут, кто хочет. Так что мы пойдем на четверки. Что мы бы тут будем делать? Конечно же, постараемся отсаппортить и постараемся подромливать мидера оппонентского. И, конечно, попробуем эту катку выиграть именно так. Что будем собирать? Саппорт, артефакты, конечно. Если на миду мы собирали аганимы, там всякие другие какие-то артефакты, которые нам помогали выигрывать. То есть, Этериал, который улучшает наш ультимейт. То, соответственно, в этой же катке мы будем немного по-другому играть. Да, жестко понапикали. Вот как раз таки все, что убивает Леона, прям жестко. Это Тинни убивает. Он убивает спокойно. Вот он спокойно может убить. У нас вата. Посмотрите, у нас все вата. Но надо будет и уплотняться жестко. Под эту катку. Так что сейчас попробуем. Так, у нас вином будет за Солринг и Змеи. Понял. Солринг и Змеи. Хорошо. Ну попробуем выиграть эту катку. В четверке, ребят. Керри у нас нету. Мидера нету. Керри нету. Ну, в рейке, в принципе, Керри. Но. Кемару такой сомнительный. Керри. Сомнительный. Феникс нулика. Хорошо. Тускар прям как я закупился. Он так же закупается. Змеи и Щекотуньи вообще. За 11 урона минус сколько там? Минус 16 процентов. Короче, тупо на 7 урона от силы наносит. Не знаю, не вижу смысла тут выходить. Меня же сейчас закроют. Просто я умру и все. Правильно. А если вином пойдет, я тоже пойду. Ладно, пойдет. Размяли немножко. Как его бить с руки? Просто бей и все. Все, пойдет. Китбэк. И мидера чуть-чуть подразмяли. Ну, тут скорее. Дальше пойду разминать. Моя задача будет тут разминать и желательно выформить транквилл. Ну, как выформить? Выгангивать вообще надо. Выгангивать надо. Сэм комит, но это такое. Сэм комит это такое. А что, вином не хочет фармить, походу, да? Если вином не будет фармить, тогда я буду фармить. Куда я буду фармить? Ну. Вообще, в четверке я не должен фармить. Как бы. Вы, как видите, вариант такой, что вином что-то не очень охотно хочет фармить. Давайте тогда сделаем транквилл свой любимый. Любимые транквиллы. И пойдем душить. И пойдем душить мидеров. Хорошо. Давайте маны немного соснем. Как обычно. А, ну и забега, я умер тут. Гг. А, все. Что я помню, ты говорил про Ару? Вот это такая тема. Ару кидают, я просто на изи умираю. Буду фидить всю игру. Ладно, ничего страшного. Ошибки бывают у всех. Погнали. На линию. Погнали. Так, вином что, второй качнул? Да, все хорошо, можно работать. Главное, Ару не ловить. Да-да-да, вот эту Ару я точно не поймаю уже. Хорошо. Суета. Смеи первого левела настолько ничтожные, на самом деле. Тупо фидить, не зная имя. И все. Уманывайся всем у него. Не очень хотелось, чтобы мы тут пушили, на самом деле. Слишком суетливо. Чем дальше мы будем стоять, тем хуже. Я тут и фарма не особо возьму. О, ошибочка. Нормально. Под душили. Дайманы немного. Хорошо. На руну сходить. Сапожок надо, если бы я не умер, я бы взял бы сапог, было бы хорошо. Хила там нет, она будет ренарьегене. Хорошо. Монетка отлично, третий уровень. Ну, это не игра, эта игра не покажет, как надо в четверке играть. Да, в принципе, блин, как играть в четверке, вы в целом знаете, что нужно делать. Но просто тут сама по себе игра не будет показывать, как тут четверка. Тут нету четверки. Тут я, можно сказать, даже не в четверке, а непонятно в какой позиции. Потому что четверка не фармит. Четверка должна уступать своему керри. То есть, я просто не вижу, чтобы вином так прям хотел фармить. Тут он как будто, ну, вообще не хочет фармить. Вообще, как будто не хочет фармить. Еще бы колечко, я бы ушел бы с Транквиллом. И Хекс возьмем. На следующем левеле Хекс возьмем. Пойдем, кристалки поможем. Хорошо. Ну, вином сейчас по чуть-чуть оденется. Так, ну Транквилл я не выфармил, гол поможем. Сейчас приду. Жалко, что Транквилл не поднял. Монета. Вот он Транквилл. Почти имеется. Хорош, сам забрал его. Лол. Отдаем мидеру все. Стоимка мидер у нас. Как бы глупо не звучало. Ча, еще раз. О, под матом застряло, да? А, нет, вышло. А, еще раз. Побьем. Немножко. Кристаллочка вардик поставила, молочина. Так, что у нас есть тут? Да, вардик имеется. Под крипами нет, варикайте. Откатится, по идее, у нее фростбайт. Дальше никак. Ну, пойдет. Могло быть и хуже. Мне не хватило пятого левела. Чуть-чуть там. Смотрим. Может, он сейчас выйдет. Пятый левел почти имеется у нас. Нанизу крипы подошли к тэшке. Ну, я, наверное, не сойду сейчас. Все, пятый левел. Cool. Экспица. Пока нету парня на этом. На Веноме. Веном вообще ушел, да? Плохо, что он линию оставил. Очень плохо. А я линию туда не буду пушить, не опасно стоять, очень близко. Все, будем просто. Читаем урна, да? Жесть урна. Это много, урна это много, это тысяча золота. Сильно не будем подходить туда. Вот так вот сделаем. О, ты меня убить собрался. В принципе, у тебя, по идее, должно получиться, если санстрайк залетит. О чем мне транквилт сбила, интересно. Я ж ничего не нажимал. И ладно. Непонятки какие-то. Непонятки. Так, есть ультимайт 200 и 145. Это значит, 345 маны нам надо, чтобы сделать какую-то хотя бы... комбинацию. Веник. Веник. Что на топе. Полин, тпшку бы на топчел, да? Тпшечку на топ бы. Сейчас фингера просто бы сунул, дистанция очень большая. Так, стики. Ноль импакта от меня пока что. Ноль, ноль, ноль. Это мягко сказано. Типа, у меня вообще просто КД. Посмотрите, 0, 1, 0. Это вообще ни о чем на КДА. На такой минуте. Я вообще ничего не делаю на карте. Полезного. Ничего полезного не делаю на карте. Фингер есть, не реализуем. Ага, руну забрали. Возможно, инвиз какой-то. Инвиз, возможно, какой-то. Не знаю, он не подходит по ум, онлайн. Патмана Гангала. Выразимся так. Приц. Пускай, МПЛ и ультимейт умирает. Дно. Дно. Вообще, жесть. Это не четвертая позиция. Это просто нова ФК гейминг. Это не четвертая. Понял. Побежали. А, все, я умер, да? Понял. Как прошлая катка, походу, да? Тупо фит и луз. А что ты ему тычку не дал? Он же не умрет. Он думает, что яд убивает сейчас? Ошибочка. Ой. Пускай. Что-то пора, походу, мопхак качать. Походу, пора мопхак качать, потому что не справляюсь. Я не знал, что Патмана там еще в кусах. Да блин, я импайлом не дотянулся. О чем речь? Он близко подошел, но не дотянулся. О. За душем. Хороший. Ну-ка, хоть какой-то импакт. Десятая минута, первый ассист, две смерти. Больше фида, нежели чем действий каких-то. На топе лоу хп стоят. На топ я вообще ни разу не ходил. Хук просто. А, ну жрать будет, окей. Интересно, варды есть у них там? Больше. Никогда в жизни не заберу куру. Сейчас хук такой, пых-пых-пых. Минус леон опять. Фидерский леон получается у меня. Че там, фингер скоро будет, да? Флаку тут будем собирать апнутую. То есть, это у нас как глимер. Глимер будем собираться в любом случае. Санстрайк гг. Жесть. Почему нет, пробовать? Так вот, сделаем. Хорошо. Пойдет. Неплохо. Неуныленько, так сказать. Сантрячок один мой подрешал немножко. Пойдет. Самое классное, это начало в этой катке. Вот делаем. Вон так вот делаем. Я все равно не добью, что остаюсь лот съедить, пытаюсь. Го, вот так сделаем. Ману по чуть-чуть сейчас будем высасывать. Ребят, ну на четверке что-то импакт какой-то нулевой пока что на самом деле. У нас смерти не должны превышать ассисты. Вообще никак не должны. То есть, ну, должно быть вообще в 2х. То есть, если 1 смерть, значит 2 ассиста. 2 смерти, 4-6 ассистов. Примерно. А лучше всего 0 смертей и много ассистов. То есть, ну. Так вообще по качественному. Ну, не успеем, да? Успели, лом. Мидер умирает за саппорта. Называется ситуация. Не знаю, что он хотел. Торнадо дал бы, я бы умер, мне кажется. Кто-то тп сделал. Тут же они могут закатиться и надушить нормально там. Опача. В меня, да? Конечно, в кого же еще. Хильнешь? Хильни меня. И у меня. Лол. А, у него КД. О, а что за фигня? Я почти в кого он давал, он в реке давал. Я не видел, не обратил внимания. О, так это же стан долгий. Сейчас нахук не попастся только. Ору. Вот не моя ору. А я умер. Starfall 2x будет? Попал. Умерла. Ой-ой-ой, сейчас санстрайк еще будет. Только не двоих санстрайк. Можно вот так отойти сюда. Жесть. Так, трансферк включился. У меня есть почти фингер. Фух, все, сэшку дали. Ага, вон он, браконьер. Браконьер. Так, у меня глимер есть. Жесть, что-то, блин, начало очень плохое, но сейчас выравниваемся, ребят. Четверкой. Надо. Такое, извиняюсь, перед домником, что хил. Я думал, если честно, тут танчо так стоял, потому что я думал, что у него будет хил там. У него хила не было. Он отдал реки Мару. Я не следил, честно. Честно, я не видел. Лоу, nice vision. Дай маны. Дай маны. Ты че такой быстрый? Встанем. Хорош. Опа. Хорошо. Даггерочек nextом попробуем. Нормально, пуджа без маны оставили. Пудж такой, типа, а че я могу сделать без маны? Даггер надо nextом. Тинника боюсь очень сильно. Будет прокаст очень сильный у него. Кристалка тоже так же, как и я, купила с билд. Нормально, значит, шарим. Шаристо, значит. Опа, да мой дорогой. Я вот сюда сделаю. Оу. Нифига ты какой на пудже. Лютый. Все, пошел тир, пацаны. Маны нету, а он туда затащить не сможет. Дальше тир делаем, пацаны. Хоть что-то ржомбовое, да? Какая-то хотя бы веселуха пошла. Ладно. Хоть какая-то ржомба. Пусть там мог засветиться, кстати. Не успел. Я не знаю, ребят, это треш, а не катка. Начало лузерское вообще просто. Овер. Овер лузерское начало. Момник вардики пошел ставить. Дагерочек наколотили, ребят. Я не знаю, честно. Просто нокомент катка. Нокомент катка. Нокомент. Никого нету рядом. Все на тпшках вышли. А я стою до Чили отдыхаю. Так, пуджанчик вардики ставит. Да, гоу. Есть дагерок. Сейчас фингер будет. О, нифига себе. Нифига себе, ты лютый дагер. Ой, ару кинула, да? Я могу ее убить, в принципе. 10 секунд, 9. 8. А, монлайты нажимаем. Понял. Понял. А я-то думал наоборот. Сейчас могу забрать кого-нибудь. Гоу, кристалки поможем. Так, сделаем. 140 маны не будет у меня. Все, джи-джи. Ого, найс, красавчик, что спалился. А где-то там, сладенький. Тут где-то. Тут где-то. Давайте сюда. Сейчас импалу дадим. Там кто вообще? Может, она уже ушла, эта ару, чисто же. И... И... Гоу, 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 кто там уходит? Тиник? А путь там вообще с такими хп уходит. 500 хп теник. Теник 500 хп. Успеваю, интересно. Хорошо. У меня стики есть. И, момник, я от момника ухожу. Ой, хорош, подхилил. Я живой еще. Розовый и теплый. Главное не умереть. Опс, сэшка. Да как не успел? Я же... Тык, 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 тык. Вот вы не слышали, да? Я уже... Я знаю, что она сейчас будет в меня хукать. Я такой... Вот вы не слышите, наверное. Вот когда я разговариваю, тогда я раз слышу. Я такой, тык, 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 тык. Уже вот так вот три раза давал даггер. Не успела. Время разворота. Ай, ладно. Крен с ним. Туаро поймает, ахук это нормально. Но зато весело. Зато забавно. Зато весело. Так, что у нас получается? Фидер на Леоне, да? Три раза умер. А, ну три раза это не шесть, как мидер, получается, да? Это еще более-менее. Ладно, не суть. Но я очень нагло сделал, но типа... Я думал... Ну, я там выжил, по сути. Но я по своей тупости умер. По сути. Как бы все так, ну, логически подумать. Не суть. Короче, играем дальше, ребят. Продолжается катка. Жестко прессингуем их. Ребята внизу прям атакуют. На топе много фарм. Я, наверное, на топ пойду. На низу сейчас проиграют, пацаны. На топ пойду. Хотя, может, и не проиграют. Может, и не проиграют. Нормально. Нормально. Все лоу-хп-крипы стоят. Может, и не проиграем. Так, а что тут в четверке лучше, конечно, будет сделать? На самом деле, так как я играю в четверке, лучше делать что-то саппортское. А именно, я сделал глимер. Я сделал для себя даггер для зацепа. Далее, что нужно делать? Желательно какой-нибудь... Можно форс-таус сделать. Можно сделать аганим. То есть, если вы четверка такая, которая именно имеет такой нормальный более-менее фарм, то вы можете сделать аганим. Конкретно в этой катке я могу и догон сделать. То есть, с next, там просто взять догон сделать. А почему нет? Я же могу. Я могу. То есть, можно сейчас пойти и просто взять догончик и с догончиком душить. Почему нет? Такой, знаете, там фингер, догон, фингер, догон. Вот так вот играть доту. То есть, можно делать так. Я как четверка могу это сделать. Вообще, эта страта офигенная. Я думал, в прошлой катке это сделать, когда на меду играл. Но, к сожалению, мне не удалось. Потому что там нужно было немного по-другому играть. И, в целом, догон, в принципе, хороший артефакт. Но, там не получилось бы никак. Потому что там я фастовый догон вышел. Понял. Ну, хорош. Равмана высосу у него как раз. Ну, хорош. Чисто мастер ласт хитер. Догончик имеемого, кстати. Ой, ну, как обычно. Ну, не удивлен. Вощпение удивлен. Не удивлен. Момни. Момни-канада защищать, говорит. А, нету там маны. Оп, только откатился. Только откатился. Чё, гитбэк не может? Вот она. Хорошо. Хорошо. Главное, ребятки, ещё вот я в прошлое катку играл. Очень активно пользовался тем, что... А, не, не та, не та катка это была. Играл против спектры. И спектра постоянно ультовала. И иллюзия досаждала нормально. Второй, третий спелл спокойно уничтожает иллюзии. Это нужно помнить. Пиши, не забывайте. Это годно. Ребята там дерутся, а я ушёл, да? И от дефлева, в принципе. Нормально отмазался, да, получается. Но они вообще-то собирались вроде уйти. Эмп не было там, да? Там же написали, эмп и нет. Пациентки эмп и не было. Она уйти собралась вроде. Нет? Ну, я иду, конечно, я очень далеко. Хорошо. Я думал, они уйдут. Не захотели. Атэшку заберу и уйду. Хорошо. Найс, у меня саппорт получается, гол. Саппорт не саппорт. Ну, как называется. Ну, 6 ассистов, 14 у винова. Но виномансер это само собой. Виномансер это виномансер. У него змейки дают ассисты хорошо. Я чисто как крыса хожу по лайнам. Там подфармил, тут подфармил. И мы за счёт товаров очень сильно одеваемся. Хорошо. Можно топ тавер. Надо аккуратненько будет сейчас. Аккуратненько. Плохо, что меня в драке не было. Но я ушёл. ЦМК написала импонента. Я думал не развернуться. Ну, это, в принципе, 5к ПТС тут. Как бы, хз. Каждый играет так, как хочет. Я не буду прыгать уже там. В небытие. Сентри, опсы. Сентри, сентри снимите. Вот так вот. Пистолка, я не успел. Не успел. Отойти. Четыре героя МББ. И оп, на Б пошёл. У меня всё в КД. Хорошо. Всё в резист дал. Ещё МП высосу. Хорош, подселил. Нету Даггер. Их. Печалька. Дагон максить, наверное, будем. Почему нет? Может, получится. Сыграем Дагон, Этериал. Октарин в этой катке. Почему нет? Если в четвёрке тут так получается собраться, почему нет? Другой билд же получается. Правильно? Безагонима. Так. Подмотом сбивает. МБМ нажалом. Ну, пойдёт. О, дай маны. Хорош. Прыгнул без маны теник. Ну, как прыгнул без маны? Я у него высосал её. Нормально. Кайф. Блин, вот если бы не начало, да? Вообще классно было бы всё. А так, начало я слил, получается. Ару поймал. Там. Подфидил. Ну, в команде хорошо играть получается. В команде пока и вплеить. В команде хорошо получается плейть. Соло пойду денег на фижу. Так. Кого ваншотнуть? Кто там? Путш. Путш 1600 хп не шотную. Не получится. Нешотно. Оп. Грибчка высосал. Высосал. И отойду. Чуть-чуть. Яша, мистик. Кто-то мистик купил. Там онлайн. О, парики. Не успел я. Да ладно. Тайфек сдать. Так вот сделаем. Оставляем ультра кил. Не буду я у него стелить. Стелить не буду. Хотя мог дать там импейлом. Застелить импейлом. Не буду. Пусть парень порадуется на виномансере. Нормально. Байбайк Тускар делает. Я у него ману высосу сейчас. В принципе. Что не сделает. Давай. А, вижен есть. Оп. Успел высосать. Хорошо. Нормально. Я не сдох. Это радует. Это радует. Вон, обозу ТП. Умрет он? А, умер. Хорошо. Хорошо. Неплохо. Пойдет, ребят. Пойдет. Можно так сказать. Виномансер вначале как-то не фармил. А, сейчас он фармит получается. Я не знаю, почему вначале не так сильно не старался фармить. Пойдет. Ну, как в четверке, в принципе. Я не знаю, но это не четверки билд, потому что у нас тут получается келять. И четверки келять так не сильно получится. Но активная. У нас активная команда. Очень. Я, если честно, переживал, что не будет такой актив у нас идти. Но очень активно играем и келяем прям качественно. Прям хорошо идет. Хорошо. Почувствуй зов могилы, говорит. Так, гоу. Догона заберем пятого и тпшку. Хорошо. У нас и варды кто-то ставит постоянно. Ну, нормально. Жестко душится получается. Сейчас нам что, какая задача? Желательно сделать вообще Этериал еще до кучи, но мы и так, в принципе, келяем всех, кроме Пуджа. Поэтому желательно, наверное, сделать просто Актарин сейчас. Как в прошлой катке. Гоу, сейчас Момника убивать будет. Тинни. Тинника, мне кажется, Спаркаста не убью, но можно попробовать. Главное, Хекс успеть дать. Хекс успеваем и душим. Тинни там. Рики задушили. Там Барт стоит. Кристалка идет. Гоу. Ставь, ставь, ставь. Ставь, не бойся. Ай, ты, блин. Пока Глиммер идет, надо ставить. Ладно, пойдет. Могло быть лучше, конечно. Могли забрать. Сейчас кто-нибудь может рассредоточиться, я его сбрею быстренько, дочти-чти-чти-чти просто и все. О, кто там? Лотарщик какой-то, да? Там 1600 хп. Мне кажется, я не справлюсь. А эффекта ж не было. Ребят, не было эффекта БМА. Не было. Не было эффекта БМА. Ой, аж это ДОТА. Я думаю, ну БМАН пока не нажал, я, ну окей, нажму кнопки. Не было эффекта БМА. Вот я даже пересмотрю. Ну типа нурили не было. Ой, ну такой бред. Я думал, он не успел БМ нажать, я ему хекс дал. Ладно, повезло. GG. Good game. Так, что нам нужно сделать? Сентри Варды? Окей. Найдс нас забанился в БМ, забанился, забился в БМ. Пойдет. Пофиг. Пойдет. Так, 10 секунд ареса. Ждем. Уж такой бред. И еще сам прикол, я его не убил с этой комбинацией. Сейчас на топ себе пойду. Сколько вообще в общей сложно? 850 и 800, но 600 и 600, 1200 хп примерно я должен сливать. Татма. Состряла. Так, вот тут в центре стоят, точно знаю. Кто-нибудь прыгает, я сразу перехвачиваю. Я в дистанции. О, понял. Базар ужок. Он там меня стыд. Чекает. На этот раз у тебя не получится, дружочек, БМ нажать. Не знаю, как там тогда получилось. Я вот так делаю. Манус осень. Хорош. У меня подсейвили. Ти не будет прыгать? Оп. Какой мха у меня есть, смотри. Ай, маны меня. Сманы нету. Ничего ты нам не сделаешь, друг мой. Это гонщик, а тебе в спину. Просто инстахекс это называется. Инстахекс. Пустите меня на танцпол. Пьяным подвигаться. Дай там маны немного. Окшти инвизы. Умри. Задушил. Чисто дагон гейминг. Оп, хорошо. Все, сдались, пацаны. Да, жесткая, непонятная катка на самом деле в четверке, но надеюсь, надеюсь, что-то будет понятно, как. Ну, я лучше еще одну катку в четверке. На миду не будем играть. В четверке еще одну катку, ребят, сыграем, чтобы вам более было понятно. Может попадется такой керри прям хороший, которому мы прям очень жестко будем как бы подсопорчить и будем подроумливать. потому что ну, тут как бы в катке не ахти получилось у нас, честно скажу. Честно скажу. И ЦМка, ну, блин, у нас на самом деле хорошая команда. Безусловно. Хорошая команда. ЦМка там вардик поставил, АЦМки там чуть-чуть подмог. Ну, честно хз. Ну, в целом игра в принципе интересная получилась, я думаю. Просто такой этот суета. Ну, я еще, кстати, я четыре раза умер, но я минимально умер в команде. Хотя, я думал, я топ фидер на карте. Я думал, я топ фидер. Дай, дорогой. Дай маны. А, инвизибилити у тебя там. Не стал я под метом пихать овер, овер много кнопок. Так, путь что он идет? Он злой, 400 маны у меня. Я у него все высосать могу. Ох ты, нифига себе. Крыса. Смотри, что делает. Нет, не убивай меня на инвокере. Спасибо. Жесть. Я думал, я умру сейчас. Оп, делаем вид, что я дурачок. Манси. Все, вот сюда подходим. Вот сюда отходим. Вот здесь делаем. Вот сюда делаем. А если тут вард стейт, я умираю сейчас. От пуджа. Да, стоит вард. Да, да. Просто, да, да. Вот тут стоит. Я еще думал, ну возьми, отмени тп и пойди. Но я убил, блин, если честно, 70 на 30. Думал, вард есть, нет. Не знаю, не должно было быть там варды. Вот спорим? На что спорим? Там вард стоит. Наверное, ему еще секунд 5 от силы было стоять. Он сейчас уже исчез тупо. Потому что внизу мы тавр забрали, низ мы не пушили. И он тогда пуш ставил. Я не знаю, блин, такое. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Гоа, форстаф сделаем. Что еще делать? Забавно. Такие нелепые смерти, но, блин, вообще, по сути, вот я сейчас, как играю, я так нелепо умираю, но я и не топ фидер в команде еще. Вообще, жесть, такой бред. А, вот почему ей вообще ничего не нанесло. Она худ тоже собрала. Худмейстеры. Ну, хошете, вот эти худы пайпы. Сейчас пойдем, закончим. Мыльте. Сейчас напишу. Мыльте, попы. Мы идем. Вот так вот, давайте, немного, напишем, ребят. Ну, ребят, еще одну каточку в четверочке мы сыграем. Еще одну катку в четверке. Ну, что такая катка в четверке этот на тройку. Ну, на три, в смысле, четвертая позиция на троечку. Тут не на пятерку игра, тут на три. На троечку. Каточка на троечку. Тут такая игра не пойдет. Надо более четкую игру, красивую прям, чтобы было интересно. Но билд прикольно получился. Хорстап можно было раньше сделать, но я догон максимум. Так что смотрите сами, если есть возможность апать догон, пожалуйста, догоньте. Если есть возможность апать там какие-то другие артефакты, апать и почему нет. Гоу сейчас еще 20 килов надо сделать. Я топ стилер на карте. Да? Хорошо. Да нет, вот, вот, нету сентрика, да, вот, я более чем уверен, что там вар стоит. Вот, блин, естественно, я же там только что умер. Вот так сделаем. Оп. Хорош. Печально. Смотри, как умею. Оп. Я могу вот так, вау, вот так, вау. Вот так могу. Так, сантричок, импалу, можно? Спасибо. Хиксулю, можно? Спасибо. Дагониус можно? Успеваем? И догониус туда еще. Дабл килл. Можно еще маны высосать. У форжей высосим. Мне пофиг, какого сосать. Еще высосим. Спасибо. Нормально, еще 2 500 имеем. Чилин. Там путь работает в две смены. В две смены путь работает с гемом. Хорошо. Давай. Осудительный инвокер. Осудительный. Го на базу. Давайте тревел возьмем. Тревел возьмем, ребят. Разберем, транквил. Где там? Хорошо. Хорошо. Отлично. Го вот так сделаем. На вставочку. Го. Хорошо. Сейчас внизу вард поставим. У них трон падает тоже. Пофиг. Там, кстати, кристалка может прыгнуть. Ох, там аганима. Она с аганимом просто всех там убивает. О, обсервисе. Поставим. Что так долго, кд, 19 секунд. Хорошо. Хорошо. Опа. Даю такую штуку. Отлично. Коус. Сантричок. Сейчас простанию его. Хорошо. Догона дать ему в жопу. Неа. И тебя вылечим. Пацаны там трон пошли дефить. Неа. Да, это избиение получается просто. С избиение. Хорошо. Дайте маны мне. Я тащу. Я тащу. Я тащу. Гол, тронечка. Джи-джи. Задушина. Нормально выиграли. В принципе. Очень много косяков было, но, блин, я не топ фидер на карте. Хотя так глупо умирал. Он фуджи что делает, посмотрите на них. Дайте догона дам. И тебе я сейчас дам. На. Блин, это же забавно, ребят. Не знаю. Каточка такая, на самом деле, на тройку. Вообще я отвратительно сыграл в этой катке, но в четвертой позиции в принципе что-то может быть вам будет понятно. Но запомните просто, что основная задача четверки это просто, блин, взять там, помочь своему керри выфармить, гангануть мидера и просто иногда подставлять варды. Но так как тут варды иногда команда моя подставляла, соответственно, я особо и напрягался. Там взял вардик один, там и под конец взял вардик. То есть, ну, такая себе четверка на тройку. Давайте сейчас сыграем еще одну катку на четверочке. И надеюсь, она будет немного поинтереснее. Ну, вот, как-то так. Погнали, next-over. Ля, ребят, я так накосячился звуком немножко. Короче, о чем прикол? Я писал все прошлые каточки с звуком, с устройством воспроизведения в ЭБСе, там восстанавливаешь немного ниже, не немного ниже, а в половину меньше, чем я обычно ставлю. И, короче, получилось так, что, получилось так, что, короче, этот, что половина звука в игре не слышно. вы не слышите героя, как обычно, не слышите крипов. Но чуть-чуть слышно, только едва больше мой голос слышно. Это очень плохо, на самом деле. Поэтому за это сразу извиняюсь, ребят, что так получилось. Но вот так вот. В этой катке уже будет нормально. Я уже нормально поднастроил. Уже сейчас и Леночка будет слышно. И все как нужно. Я что-то не уследил. А я сижу еще, монтирую и слышу что-то у меня со звуком не то. Что-то не то со звуком. Блин, я купил нулик, пока балаболил. Печалька. Печалька. Случайно. Случайно купил. Ладно, ничего страшного. В общем, что я тут хочу от этой катки, ребят? Хочу нормально сыграть четверки. Посмотрим, как у нас тут получится или не получится. И будет все очень-очень хорошо. 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 Triple kill. Мертвый человечек идет. Хорошо. Хорошо. Let's go. Тинник. Ancient of Ancient. Ну, у них вот люто. Вот это страшная вещь. Вот это страшная вещь. Плюс под инвокером это будет немного тяжеловато. Ну, ничего, попробуем. Может быть, справимся. Может, к найксу пойти? Я к найксу пойду. Я к найксу пойду. Я куплю. Я куплю кур. Хорошо. Все, нормально. Разобрались. Случайно купил нулик, ребят. На четверочку еще. Надо брать на четверку просто полстика и все. Ну, желательно. Ну, ой, взяли бар. Еще. Сукс какой-то. Взял бар. Взял бар. Пацан, давайте сейчас курочку купим еще до кучи. Так, возможно, монету заберем. Не знаю, я бы взял бы куру сразу с этой монеты. Ну, ладно, просто на x берет. Он же керри. Оставляем. Оставляем. Накопиться. А, он купил сразу. Хорошо. Хорошо. Так, ну что мы тогда делаем? Постараемся аккуратненько парню на найксе отдавать всю экспу. Сейчас сразу форманем два кемпа. Я думаю, найкс, если что, найксу не тяжело будет отводить вот эту систему. Двойной я кемп не буду делать. Ивануэт, вот. Запинаем сразу. Без xp оставим аппарата. Хорошо. Все, ага. Вот этих. Ну, надеюсь, успею. Ну, вроде не успеваю. Ни хрена. Не успеваю. Ни хрена. Это плохо. А ну-ка, ударь меня. Оп, двоих хотя бы забрал. Хорошо. Топать не надо. Два крипа отдали? Нормально. Как раз. Хватит нам два крипа, чтобы зафармить. Два крипа хватит, чтобы зафармить. Хорошо. Хорошо. И найкс в xp, и я в xp, и оппонент без xp. Очень хорошая страта по отводу крипов. Заскажи пока. А, ясно. Все. Мой отвод закончился. Ну, с кнопок будем добивать. Ой, не отстань. Ладно, забирайте этого крипа. Хрен с вами. Я знаю, вас тут двое, а мне тут никто не поможет. Я понял. Ну, пришлось поделиться xp, извините. Пришлось поделиться xp. На xfarm, я тут сам разминаюсь. К сожалению, вот так бывает, ребят. Когда оппоненты приходят и забирают. Ну, левел я все равно получил чуть-чуть. Хоть пару крипов стрельбанем еще. Ммм, три крипчика. Три крипчика забрали. Хорошо. А ты зафилимс, потому что если бара побежит, я не выживаю. Ты посмотри на эту бару. А там тоже отводить пошел. Крыса получается. Хорошо. Колечко реюзаем. Надо вард куда-то здесь ткнуть. Давайте вот так поставим. Хорош. Надо так сделать. О, на злости, на злости бара такой. Оп, я высосал. Чарж его. Злой бар. Оставляем фраг. Оставляем фраг. Хорошо. Правда, хп нету. Это плохо. Колечко возьмем сейчас. Будем хоть как-то регенеть. У него есть там гусс, интересно у найкса. А, нет, ничего. Плохо. Но, как видите, у найкса я левел не сильно забрала. У меня уже третий. И у найкса четвертый. Это очень-очень хорошо. Я сейчас отводить эту пачку крипов не буду. Я ее стакну. Сделаю 2х отвод. И потом зафармлю. И, наверное, будет нормально. Найкс немного даже в фарме, я бы сказал. Ну, пойдет у него, в принципе, один. Один фражочек, левелочек. Мы стоим, чилим, отдыхаем, ребят. Просто на кемпе. Вот здесь вот. Отведи. Там отведи, принеси, подведи. Вот это все сделай. Нафить. Ну, желательно не нафить. Все, стакнули. И сейчас с Найкс пачкой заберем. Надеюсь, Найкс не умрет. А че он с... А, он пачкнул. Но у Бары нету там, да? Зря ты так дерешься, друг. Что, мне кажется, ты зря вот это делаешь. Зря вот это все. Но у Бары, надеюсь, нету, Мана. Нету у меня хекса. На Найкс хекс возьмем. Что, с такими хп фарминг, друг? Зашквар. Че, трипл стак сделаем, давайте. Трипл. Хорошо. И Найкс подходим. Найкса нету. Можно Найкс выйти. Оу, я танчу. Хоть как я саппорт. Найкс не заберет. Нормально. Хорошо. Найкс пачку крипов. Мы, скорее всего, зафармливаем здесь просто и все. Это будет пятый левел с половиночкой. Надо будет только тут вложиться немножко. Надо будет прям усердно подфармить и подстанеть, и под все сделать вот это. Хилку сей не кинул, и хорошо. Кольцо оригена работает, трихоп ориген. Дает. Килимся, живем. Все, погнали фармить. У Найкса там пачка крипов хорошая. Она вот так вот сделаем. Прям хорошечно. Оп, первый припьет. Есть. Крипиус. Отстань от меня. Извращенка старая. Даже не факт, что я заберу. Хорошо. Лайкс хорошо. Хоть еще маны высосим. Это проба засуицидит пачку крипов. Отлично. И Найкс там фрифармит. И у меня почти шестой левел. А что там у нас в команде? Шестой. Шестой. Четвертый. Сейчас, друг, есть сапог. Сейчас будет все. Извини, так долго фармил. Все, let's go. Go, Вардик. Ну, Найксу это на покушать. Забираю, забираю, забираю. ВТФ. Плюсую. Молодец, Найкс. Красава. Сейчас у него чарж высосал. Ай, не высосал. Но нету маны. Есть. Опасно. У меня тут вся опасная ситуация. Опасная игра. Спасибо. Опасная игра. Произошла. Но бары нету чаржа. 40 маны. Хорош. Кто-то еще пришел. Ля, забавная катка получается. Кп, кустики берем. Пришлось вард сюда ткнусь, чтобы убежать, чтобы видеть ситуацию. Ну, нормально, оно-то вот стоит. Пойдет. Вардов нету, не вкд. Март редко пришла. У меня с почти шестой левел есть. Надо маны соснуть. Соточку маны. Соснуть надо. Хорошо, соточка есть. Страшно тут, конечно, без маны, на саппорте. Против март редки седьмого левела и аппарата. Страшно. Еще Бара сейчас прибежит. То, что Бара прибежит, в принципе, не страшно. И Хикса, по идее, должен успеть дать. Главное, видеть его. Видеть его чарж. Сразу же, заранее. Принимай. Это все. Вот и все, как говорится. Хотя мог Фемира туда сунуть, откадешить. Полностью фарм оставляем пацанам. Вот тут в этой катке ровно получается на четверке. Найкс хорошо отыгрывает. И можно ему полностью оставлять все. Так что все пушечно. Полностью Найкс все оставляю. Желательно даггер сейчас поднять. О, кат отстой. Нормально. И под тпшками играть. Хорошо. Мазу я полностью восстановил. Но из-под табрам манов восстанавливаем. Джинджи. Что, гол туда, подеремся. Я тоже так и хруст. У меня туманность. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Не знаю, что мы бросили там на Икс. Мы играть синхрон. Лютый. Лютый рассинхрон. Рассинхрон поймали бы. Найкса бросили. Найкс там пошел. А что Найкса фейзы или что ПТшка? Санстрайки там все взрывается. Погнали. Есть ультимейт. Нет, не хватило мне маны 200 маны. Это 200 маны, это немного. Не хватило чуть-чуть. Я бы сразу в Легионы засунул. У меня, видите, если бы я вкачал вместо Хиггса сосалку, хватило бы маны. Потому что, ну, не было бы Хиггса все равно. Две с полной секунды в Хиггсе продержать, это тоже хорошо. Борьбрэк, лохоп, пармит. Помогать. По идее, я должен успеть там. Фингер Асун просто инвоку. понял господи но она меня ульта счастливает ой жесть все пошло дело то самое чувство когда пытался помочь сделать это хуже ладно ну это бара это животное поэтому я excel тбшки создаю но в этой катке птб создал чтобы не видеть этого героя который вот просто ну ломает игру можно сказать тупо одну кнопку нажимает не успеваешь ничего сделать гг умираешь ладно ничего страшного мы все равно четверки ой но опять но опять с гемом ходить я первую катку играл на двойке и всю игру ходил с гемом я не мог купить себе шестой слот потому что некому было отдавать гем блин это так печально если вы знали я еще ни разу фингер никому не сунул это вообще за шквар у джу просто даю до поддышка она дается strike вот так но барачить побежит данным вард на верность тянет ооо чё боитесь на пуджах боитесь сейчас за душу чё там пушку ком попадешь рожь заслуженно она высосал и сульт аппарата прилетит она из носа get back кривейшего чисто такое пойдет я там плаку надо да ты пашки есть можно поесть чисто вард такой знаете но сомнительный вот этих вот эти деревья три деревца срубить будет нормально все равно в нормального от рабочий пацаны все работает гау мх работает пацаны вместе активненько так но у меня четыре ассиста нормально это в топе ассистов вдвоем один кэмп долбит вдвоем один кэмп долбит пара у вас поставит хорош пройдет пешку можем нету тп на топ заюзать возможности ты пошел снимать до ослуждая на из полин лего там и я не успею дать 6 бригадина война не все там это же джи джи гоу я помогу чуть-чуть хорошо поэтому так вот вот этому вот так вот и убегать и у нас рано не надо то что это за кейт бедный ли он чисто одетенек брат помоги нам жесть но меня просто сливает и джи джи беги на на x чё речь нажал бы жми рейдж жми рейдж жми рейдж и беги друг а вот сейчас вообще подраться можно найти них немного не помог ладно не суть главное помогать команде все остальное за душ треш катка рэш главное не умирать больше чем вся команда моя задача в этой игре моя задача и ну и за бары видите как тяжело бара 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 героя для новичков прям очень новичков таких прям которые ну вообще новички новички прямо для них самое то кнопочку нажал побежал слабенькие героев таких как ли он прям изи убиваешь хорошо опасно мне стоять самому но очень хочется по экспец ты вообще прям жесть очень хочется по экспец он амит все варды поснимали извращаться так да геройчик хочу очень хочу но скорее сюда гера не будет глимер арблет как хорошо что ты его не включал джи джи было бы но иду смотрите бара умный то еще и отнимают меняет вы чарж молодец какой бара такой умный чар счет меня я не успеваю за темпом за темпом своей команды тени лишь бы что-то застилить все тоснется кинуть лайкс умер они живы не успеваю за темпом команды куда-то кто-то идет соло мне стоять не варик от ты пашек играют почти finger есть 12 минут в 12 минут 12 секунд еще сейчас бкд 12 минут на иметь ладно страшно надеюсь бар они на меня побежал будем ждать и ждать все что стараемся сбить я нормально пара на топе так есть такое дело вместе если вместе fighting будем делать будет очень хорошо легион уже лотар имеет по-любому это плохо у меня нет никакого никакой сайвухи вообще никакого сэйва нет у меня в принципе никакого сэйва у меня в принципе нету вот аппарата книжечка такая появилась чуть-чуть до глимера но тут кто-то был он стопа был тэшку заберем хотя бы война из глимер купил отлично то что ты душишь вот так отдадим ему в интервью почти купил даггер бэн экстом прям мечтаю вот когда на саппорте играешь прям мечтаешь каких-то таких но в моментах чтобы там даггер появились столько фарма упускаю никого найти не можем они видели что мы с леса верни слайна в лес так десятый уровень почти баров очень жирный ой ну вот это такое честно я не успел но даггера нету ссорим сварьи до игра нет я тут без без не смогу быстро добежать поэтому я просто останусь 11 левел добью я не смогу туда быстро переместиться сейчас никак я уже тпшку прогулял такая пассивная игра какая-то получается не знаю тени соло пошел так хорошо сюда хотя бы сделаем о хороший бар надеюсь варда нету на руне 650 но и я его не убьет из мпл и finger убью убиваем он остается или нет из тпшка стой я умер все равно чем вот вот он звоним шел стали классика просто классика по-другому я никак бы не убил бару на 2 хексов давай инвокер туда пошел он был рядом где молодец так еще нам надо тогда но так не пойдет убил умер это не пойдет ребят это так не играется гоу пару центре и опсы все пару центре и опс погнали вместе надо так не пойдет если я просто так свяжу это такое получается просто сидел ну забрал бару забрал стрик забрал экспириенс нас видел инвокеру это не очень его варианта не было ладно погнали центре опсы пашечка погнали еще центрячок давайте возьмем пофиг им гиротки нашу открытышеваем все джи я с под центря не выйду и вот сейчас бы даггер а вот так сделаю она высоса у него хорошо хорошо так но где-то еще должен быть легион центре тут стоит без центря опасно страшно а вот это уже по пакет моп хаком сейчас лего тут вылезет я убью его помогу хорошо пойдет пышка нормально там инвокера подстанем кстати пойдет неплохо ну почти даггер почти даггер сейчас вот такими вот возможностями можно 1 1 3 1 3 3 можно 3 можно выформить так как ты даешь на легионе ящи ульта туда поливе я так хотел застилить его но просрал ульт с задержкой ультимейт это конечно за шква пойдет он ошибся он ошибся у меня быстро рука на диком западе и самая не быстрая рука потому что я просрал ультимейт и суть зато от кадышу а тот кадышу жалко я сэнки садился и даггер не поимел обходит обходит хоть и не чисто кикбоксер я вам отвечаю просто одной рукой бить ума много не надо айда чего надо было забирать его я про танчу извините это максимально что я могу сделать еще вытянул бар нету даггера я бы прыгал получается я на говно забайкнул это называется забайтить на говно тайманы базару на базару жук отлично есть фингер почти он только был когда я пингер раз об уже и есть первый левел очень долго и когда дальше уже более приемлем пока это повсюду обойдем что ребята кто-то бы конец я подцеплю пойду все нормально начали добили не хотите добивать я успею да и сюда хорошо на их живой на их с ней живой живой но не живой хорошо живой но не живой только промахов там серьезно то есть не просто кого не тинвокера в нее то есть толпай крипа хорош это же тени это же каменный мудак каменный мудачок этаж куда бьем и все это время легион бегает но найкс а по-моему там лего убил я не видел по надписям вообще не следил что поможем это это чревато потери моего даггера но облама глимер дать просто не факт что там помогло бы вот так делаем шоу за мной хочет идти у него даст и были то там в любом случае ли даст и дали уже не знаю не следил что-то как-то в россии на play на самом деле а пойдет 9 асистов имеем топ ассисты все до свидания до свидания топ ассисты есть путь главная ассисты есть ребят остальная мелочь мышь саппорт частично я умнил и мх хорошо сибара сейчас побежит у меня шансов вообще нету выжить да 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 бары не возьмешь если умы а товар может добить на у нас глиф есть оставим и добивайте оставь хорошо драку матрик там фармит окчан экстом сделать я не знаю я бы сделал что-то типа и ульчика тут хз что-то типа его лабу сделала у вообще люто сам и дудой сердечно вижу вижу я не могу мне даги разбивается постоянно даги разбить и просто парт стоит парт стоит тут походу на у нифига нашел я не должен тут умирать так давайте wizard возьмем я хочу сейчас на форстав сделать и не хватает мобильности четверочка должна быть мобильная ребят быстрый мобильный погнали пилочку на лице и побежали не успел я там никого не зацепить ничего ульт аппарата вообще жесть он агоним сделал все вообще очень долго долгая длинность просто 17 секунд ультимейт это очень много очень много курочка курочку забейте ребят ногами запинать и давай 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 дедмен дедмен чё нет никак чикен мак наггетс улетели да мкб летит говорит зачем она тебе лучше бы лотар сделал это же лучше тяни там все постоянно мартред какой-то находит и пинает ее ногами успел зайти лол фига ты даешь я не забрал бы мне кажется с ультимейта хорошо ну захилимся пацаны на фул просто хорошо захилимся на фул еще захилимся заманимся нормально ребята срутся это нам на руку это хорошо мы за счет этого можем комбузкнуть еще так кого-нибудь поймаем хреново из меня ловитель на самом деле ни разу никого нормально не поймал хреновый ловитель хреновый пойдет что нам надо доделать надо доделать форс почти он есть у нас т.п. на низ не буду делать let's go мартредка такая появилась пошла дело отдаю вот так бро вот сюда сунул 6 я под таким жестким замедло вот так сделаю без мана его оставлю а я в него не попадаю на просто пазару жек давай рампашку хорош еще одну рампашку давай я отменил т.п. специально чтобы дать ему еще рамп хорошо оршу главный ассистанс файрон и гул а легион обиженка походу там да а 06 легион вообще какой смысл у такого легиона когда есть хороший саппорт 16 ассисток вот так вот вот так вот дайте маны дайте маны дайте маны дайте маны и это марита была это была марита так вот сюда идем но не очень такая прям жесткая интересная катка но она хотя бы правильная по геймплею а я понял она хотя бы правильная по геймплею хотя бы правиль лучше отдался хотя бы катка правильная по геймплею пойдет а у смака легион конечно там руинит походу давайте спросим ребята драку начали там опа пошло дело хекс даю ману сосу о щит оп смотри какое есть чудо у меня деда задушили но нету фингера барыща побежит брони то фарсы куда в бм душишься нету фарсы ах ты крыс а я успею еще да ты серьезно умри я до конца гейминг я до конца гейминг за такой аппарата не забрали блин жесть задушили смешно это жестко да это жестко пойдет нормально раскатили на фарсы не было тиммейта подсейвить ну прям вот с форстафом прям по кайфу с форсом прям по кайфу работать что еще сделать такое прям нормальненькое вообще в принципе в четверке вот но это билд жесткой четверки делать ну ты просто напихиваешь и все дальше можно аганим сделать и все то есть ну вот такой билд получается больше и ничего в принципе и не нужно хекс хекс аганим и все типа знаете как бы так катка не очень не очень плотная но я напишу много пишет всякой грязи запарили уже и комфортно читать такое даже я в принципе не читаю но все равно так что у нас есть почти аганим да сейчас еще драка будет они фингера засунем кому-нибудь погнали душу душу и фига ты там опа леончик а леонечка за дизай бля час хорошо как хорошо и не в наглую вообще прыгать а вот так сделаю почему нет если да бару ждем баров то верну вот этому пацану жирному помогать а рожь отлично чапа ассистов 20 ассистов хорошо отлично отлично но такая среднячковая катка ребят на самом деле вот ну я сыграл серьезно хоть и по роли именно по своей я сыграл более чем ну нормально то есть ассистов много но сама по себе игра со стороны оппонентов не очень то есть со стороны игрового процесса со стороны гайда игра очень хорошая а со стороны просто игры оппонентов такая средненькая на тройку то есть я эту игру в любом случае наверное оставлю для того чтобы вы понимали как правильно хотя бы ну на четверке можно было отсаппортить ну вот найксу например я от саппортил парень на четверке парень на четверке отыграл вот как бы ну как правильно будет ему от саппортить на четверке вот и все такой смысл хорошо likes доволен наверное эта игра на этом ребят как бы если попросите дополнением видосик я сделаю какой-нибудь кере например билд или билд еще какой-нибудь типа еще раз четверки или еще какой-то дополнительный билд я могу еще видосик сделать но на этом в принципе я закончу я его фарсанул сюда закончу этот гайд принципе я надеюсь он вам более чем понятен но и принципе все главное отца портили двойку четверку мы отыграли ребят все у нас отлично напишите еще нужно будет сыграть катку или нет но керри катка по любому дополнением выйдет но можно будет керри катку еще то есть можно сказать второй гайд что ли выполнить то в принципе 24 тут понятно вот на игра одна была одна игра среднячковая в четверочке под задушили быстренько но это катка слишком изичная но я ее пока оставлю может быть если еще каточка будет еще одна жесткая и сюда же станет на будет четвертая ребят чтобы было тоже по жесткам на этом все погнали тогда next того если будет next но если next вы не будет то тогда спасибо всем за просмотр этого гайда и до скорого так друзья загрузилась у нас четвертая игра на леончике очень хочу потненькую и балансную каточку чтобы было прям интересными конечно же страта через догоны терял и аганим очень хочется мне эту страту конечно же поиграть братцы хочу хорошую интересную игру как первая игра но может чуть получше может чуть похуже в общем я не насытился 100 первой катки из двух тех каток которые мы играли четверку два раза то есть две каточки по четверти мы играли ребят конечно же дело такое что надеюсь вы поняли как играть на четверке надеюсь поняли как играть на четыртом когда я играл с найксом у здесь это очень стало наверное вам понятно сразу как играть правильнее на четверки ну и что же так как я сыграл 2 катки я хочу еще раз пойти в центральную и конечно же попробовать подзадушить оппонентов подзадушить оппонентов сегодня у нас ли ончик конечно же хочется опять тот же самый билд через догон посмотри как у нас будет все происходить сейчас будем душить будем душить погнали и пойду миль я сразу пишем так вот еще и в 4 делаем хорошо все погнали в центральную надеюсь никаких проблем не будет о фантом фантома нормально кстати будем контрить прыжок хекс или просто ультимейт кучу непонятную хекс но если честно проблемы с фантом не люблю против фантом вообще играть может такая суета в лейтгейме хрен что сделаешь короче let's go сейчас будем души на леончике ластовая наверно каточка надеюсь снайперы считали даггер хорошо посмотрим сейчас как будет происходить и погнали постараюсь чтобы каточка была интересненькая и как можно меньше было всякой фигни шут хантер шут хантер а все будут типа лесной охотник ждем пока ребята по напикают ребят напоминаю что на канале очень много есть видосов уже прям огромное количество этих видео там уже тут даже бы наверное видео уже 200 с лишним да даже больше наверное заходите смотрите очень много контента кто сидит не только на стримах заходите поиграйте вернее посмотрите а после этого поиграйте то есть ну очень много контента ребят реально очень много там и видосы по позициям там гайды различные фановые рубрики какие-то ребят вот лури или упускайте возможность столько всего там на канале есть чтобы посмотреть лурии очень много годного интересного контента поэтому рекомендую заходить смотреть свободное время но делать нечего що посмотреть бы интересную катку может там я обычно ну вот последние время прям где-то уже месяцев пять стараюсь, наверное, прям как-то очень жесткие такие интересные катки стараюсь закидывать, чтобы прям, ну, был интерес смотреть. Очень сильно парюсь из-за того, что приходится очень много игр отыгрывать для того, чтобы вставить какую-то интересную каточку. Блин, пуджа взяли. К сожалению, тяжело найти, тяжело найти хорошую игру и такое себе. Но в каждой катке, в принципе, если какую-то катку я оставляю, я считаю нужным ее оставить. В каждой катке есть какие-то там, какие-то красивые, может, моменты. Хоть один момент, но красивый. Два, три там момента. То есть, какой-то баланс стараюсь находить. Так что вот такое. Вот такое, ребят. Надеюсь, эта катка будет хорошая и интересная. Шаман у нас. Ребята, ребята, Ниц, один, идите, Шаман, Ж, Саппорт. Вы че? Хорошо, спасибо. Спасибо, Шаман. Дал мне вардик. Хорошо. Так, ну у нас есть саппорт. Надеюсь, саппорт не будет моралиться. Ну, он, Эмбер идет, да? Все. СПС. Шаман по саппорте. Так, пуш. Возможно, тут пуш на ХГ стоит. Аккуратно надо. Оп, хорошо. Все, отлично. Пуш на топе, да? Хорошо. Смотри, нас на ХГ качнул, да, тоже. Хорошо, погнали, ребят. Кто у нас с нами дубует? Интересно. Снайпер, наверное, какой-нибудь. А, снайпер-то хорошо, в принципе, относительно. Главное, перефармить качественно. По крипстату. Можно больше. Братан, это не 83-е. Тут по КД такое не прокатит, закидывать в Мануса с нем. Хорош. Отлично. Первым артефактом, конечно же, сапожок. Возьмем. Постараемся перекрепить снайпера. Как можно сильнее. Хорошо. Вот так сделаем. Оп, пойдет. Хоть одного крипа прогуляли, но все равно. Хорошо. Вспамим. С40 маны там. Отлично. Да он меня просто тупо убивать хочет. Я тебе убью, говорит. Эх. Давай драться. Давай драться, сражаться. Так, хорошо. Есть у нас сапог. Сапожок есть. Оп. Тысячку. Отлично. Хорошо. Сейчас хилочку. Гоури, генемся, ребят. Нормально. Пойдет. Там пантом шамана гоняет. Пойдет. Килимся, живем. Это самое главное правило. Оп. Хорошо. Все, ману сассируем. Оп. Отлично. Давайте сейчас заспамим. На пятом. Гоу, поспамим. На четвертом. Смысл. Давайте на пятом уже. Мануса снем. Что-то не хочет он деда ласт хитить. Оп. Хорошо. Пятый левел. И ты что делаешь, извращенец? Оп. 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 Пойдраться. Хорошо. Нормально раздамажил я его. Вот эту штуку. Я же тебя сейчас убью. Стик не успел нажать. Хорошо. Хорошо. Так, есть шестой левел. Снайпера через фингер сейчас можно будет формануть. Не забывать про крипов. Надо крипов добивать, ребят. Очень мало добилось. 17 крипов всего. Очень мало. Стик не заберу. Я по тэшку побегу. Ударь. Ударь. Эх, хорошо, что никого. На топе двое стоят. Пофиг всем на мидера. Обычно меня в такой ситуации прям бомбит. Никто не помогает. А тут надо снайперу помощь прям хорошую проявить. Ребята не хотят помогать. Промах классический. Чё потею? Потею, выкладывай там, транквил. Бедный снайпер. Как он не ливнул еще, я не знаю. Как у него хватает. Ребята там убивают. Маркетка убивает. Как он еще не ливнул. Так, ну не даем никаких поблажек снайперу. Сейчас даггер поднимем. Даггер. Хорошо. Пойдем чуть подробливать в стороны. Рефолтных 53 крипа я должен сделать, ребят. Совсем ману. Хорошо. Хорошо. Крилево лапнул. Пятый, да? Хорошо. Чё там. Повзял бы, бери. Нет смысла мне отходить с линией. Нет смысла линию бросать. Парм есть. Так, есть Дагон. Дагон Аганимович. Даггер. Даггер Акторинович. Сейчас мы будем прыгать и душить. Просто тыщ-тищ-тищ. Хорошо. Но это Овночь. Жесткий. Я бы даже выразился. Очень жесткий. Очень жесткий Овночь. Мидера просто в сухую. Давайте за другие линии возьмемся. Давайте пока пофармим, а ты пашек поиграем. Блин, опять промах на восхит. Еще за классика. По классические промахи какие-то. Но яма на дрейн выкачал на фул. Вторую кату не добивая. Да шок тебя. Попушим. Попушим. Пойдем, поможем парке. Наши мальчики. Держи его. Этого заберем. Моих не успел яману засасать. Попушим. Овночь. 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 Догончик, конечно же. Догончик. После догона попробую сделать. Огоним. Нормально. Чего страшного? Зато команде в общем и целом помогли. Так, Мартарет. 400 хп. Блин, это чисто фингер. Прыжок и ульф. Как же мне нравится апнутый вот этот Леон на 85-й карте. Именно тем, что у него вот такой вот жесткий ультимейт. Прям бах-бах и все. И GG. Что там происходит? Прям бах-бах и все. Чисто можно на вставочках тушить. А ща бы сейчас, знаете, еще одну тпшечку так и кингера кому-нибудь сынуть. Было бы круто. Вообще, на красоту. Нормально. Пойдет. Хорошо. Отлично. А уже догончик будет. Блин, через догон классно на самом деле. Я прикайфовал с этой темой. Честно, вот тупо. Комбинейшн такой жесткий. Так, ну на топ нету тпшки, ребят. Пока что. Леон такой злой старый дед. Эмбристиан. Палкой бьет, короче, по голове. ДСС, никого на карте нету. ДСС, говорит. Опа, март-рэдка на топе. Ну догон, беру, лечу, убиваю. Серьезно. Серьезно. Да, серьезно, 2х. Ооо, ну что это такое? Просто инста-сбивание даггера такое. Я вообще не думал. Ну она, кстати, еще там критоноски. Ну ладно, моя ошибка. Окей, все, садимся более киберспортивно. И погнали. Боже, как она не сдохла на март-рэдке. Я ее вообще не вкурил. Я там уже до гона не успел. Еще пуш там хуканул. Ладно, это называется именно черная вот эта полоса. Ничего страшного. С помощью меня забрали двух героев. Вообще, на самом деле, не ничего страшного. Это плохо. Потому что я, блин, сдох. Опять я сфидил. Это очень плохо. Ладно. Плохо. Это овер плохо. Март-рэдка фармит. Я ульт потратил и ничего не поимел с этого. Понимаете, это плохо. Кстати, Курплес. Рекуру там. Это очень плохо. 800 хп у нее, блин. Ну типа крипты. Ну хекс. Я не знаю, я не думал, что с дагона я так много нанесу. Опасно делаю. Не знаю, пойду поищу, может. Плохо. Кто настоящий, непонятно. Март-рэдку можно погулять? Увидеть. Март-рэдка выйдет погулять? Го проверим здесь. Март-рэдка уже дома. Чай пьет. Наверное. Блин, как я тут пулеву. Все, на фул играем. На фул играем. На фул играем. Что там на топе? Снайперы, да? И путь там тоже будет. Го, подождем. Тут март-рэдку. Шотним просто ее и все. Фантом пришел. Ну, фантом такой себе. Пойдет. Пойдет. Фантом для шота не такой себе, но пока что пойдет. Ух ты. Вот такие браконьеры тут в кустах сидят. Так, догон почти есть. С шаманом можно поработать будет. А, 90 маны там. Хорошо. Хорошо. Маны нет, но вы держитесь. Нету кнопок. Догона нету, ничего нету. Хорошо. Так. Стороночку. Хекс, даем, если что. Я не убью его. Ладно, убью. Пойдет. Отстань от меня. Маны нету, да, у чувака. Рож. Пойдет. С руки чисто задушил шаман. Но я там чисто ману соснул, он только хотел что-то сделать жесткое. Страшное. Задушили. Нормалин. Так, почти есть фингер. А это значит, что мы сейчас будем искать мартретку и задушим ее. Гономит. Надо варды сейчас поставить, именно агрессивные. Отойдем. Вот так сделаем. Хорошо, есть. Оп, соснули. Сразу убивает, мне это нравится. А вот тут же надо бояться. Так, маны есть, можно поесть. Все, погнали мартретку искать. Блин, сейчас пойдем в этот, прям, в глухую. Блин, не хотелось бы вот этого пацана с комбинацией быть. Тем, нам мартретку хочется. Он вард поставил. Вард поставил. Опасно идти так нагло. Там хелпа не будет. Сейчас я так пойду. Хорошо, ланшаман. Вот туда. Гуралет пусть первый идет. А поджагл он не наткнулся. Настоящее. Ля, ты ты пудж. Все тут. Все тут. Это джи-джи. Сейчас тут все сдохнем. Сейчас тут все сдохнем. Не знаю, почему шаман не захотел вард сразу заткнуть, пойти. Испугался чего-то. Чего-то испугался. Не хватит мне. О, второй догон у меня, кстати. Хорошо. Хорошо. Так, есть у меня. Давайте третий догон возьмем. И левел поднимается. Надо по чуть задумываться о том уже, чтобы купить эгоним. По чуть, в принципе, келяется. И фантом келяется. Но в лейте нам и джи-джи. Найкс, конечно, игнорит катку, но... Лейте нам джи-джи. Сто процентное. Сосать ману. И погнал... И погнал сосать ману. Сосать ману погнал. Как там это? Сосать ману. Пугна там. Пугнал сосать ману. Именно пугна почему-то не вкурил я. Почему, да? Догон в троечку. Погнали. Догон в три просто там... Блин, мартредку надо шотать. Вот next finger и догон по любому мартредке. Да кому летит? От предки? Пропустите меня. Нажми кнопку. Жесть, пульш, все никак не попадет в меня. Я надеюсь, тут живу. ТП немного, но по идее должен жить. Хорош. Пуш там злой стоит прям овер. Овер злой пуш. Хорош, не попадает. Страшненько. Найкс вообще игнорит катку. 17 минут просто стоит в лесу. Так, на фингера мартредке я засунул. Но это был догон, то не фингер был. Гоу-поинт бустер купил наверно. Снайпер 700 хп, но он на расстоянии держится, его подсейвливают. Прям неплохо так. Мне нравится. Хорошо. Хорошо. Так, ну фингер пидешится. Есть догончик. Хармончик есть. Блин, вообще жестко на самом деле. Тем, что Найкс просто игнорит лес, ковыряет. И все. Там фантома тяжело будет убивать. Но с ультимейта, думаю, сапнутого сможем. Так, ну фигурки. Так, ну фигурки. И все. Опасно дальше. Попробуй их. Попробуй их. Хорошо. Снайпер. Лучше. Гоу-помогать. У этого ману высосать Лотар на снайпере Даггер в КД Я помогу Да ладно, второй раз так выживешь Дальше не достану Я не сорел, сколько там хп, честно Нормально Бля, зря ты сюда змей ставишь Ладно Уйди Просто джи-джи Просто джи-джи Пойди успеваю Да Удастся, купим Погнали Погнали Но я не справляюсь Нужно слишком много дэмэджа обрабатывать Потому что у нас найкс 0-1-1 на 20-й минуте Его играть Хватит фармить Что с фантоновым Ооо, все, диффуза Купил Фуза купил, но там 500 хп, кстати Ну тут до конца ману сосать Мана не хватит на комбинацию, по-моему Гуману сосать Ну я добил там уже Ладно Эх, такие рассинхроны на снайпера, да? Пойдет Пойдет Опять этот найкс, походу Который в меня залазить будет Зачем в меня залазить? Не понимаю Так, ну то, что я хочу Хотел, я получаю Тут эстетическое такое удовольствие В таком билде Ребят Поэтому Все удается Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ну получается так С ультимейт именно крашит всех С ультимейта Вот с ультимейта, с догона Вот такая вот суета должна быть То, что я хотел, я получаю В принципе И я хочу, чтобы вы это прочувствовали Что такое Получить удовольствие С вот этих с догонов Постоянно бау-бау Вот это кайф же Я рад, что такая катка получается На Ексу ГГ Я прыгать там не буду Пойдем Снайперу можно быстро пихнуть, кстати Но надо, чтобы он вышел только И все Чуть пониже Выйдет? Там две кнопки просто нажимаю И он умирает Бах-бах Все Его нет Давайте тут постоим Подождем Лучше вот здесь стоять Тут, если тут вард стоит Вард это до сюда достает Поэтому лучше стоять здесь Так, фантом на топе Опа, снайпер Хорош И убегаем И убегаем И убегаем Сюда Ходим одну сосать сейчас Все, огоним срочно А там все остальное Этериалы Прочую всякую срань Патагон пятерочка Пища хп там У пантома Должен убивать я его По идее Шамана побегушка бегает Нормально, кстати Чисто парень На саппорте Играет, видно Так, почти есть У нас огоним, да Тома Попалец Пройдемся Может, кого найдем Пуджа Да даже и Пуджа Пойди должен убивать Пуджа должен убивать Могов искать Кого-нибудь Да найдем Приключение на жопу Может быть, да и найдем Фантом на топе Мартретка О, Мартретка Отлично Со всем Отходим Хорошо Что-то я тупанул Надо было сразу так нажать У меня же дистанция И догонапнутый сейчас И ультимейт Дистанция Отличная Сразу Бах-бах И все Нормалин Нормалин Дофармливаем Огоним Ребята Ннизу драться Начали, да? Бег Хорошо Чуть до Огонима Ребята Опять на низу Но я могу Опять кого-то Принять Есть кнопки Пуджа 1400 Не пуджа Я не убиваю Пока что Снайпера бы Быстренько Так Тык-тык Снайпера бы Убить Снайпера Сразу Ультом Потом Догоном Не успел Не успел Парень Парень Зайти Просто Лучше Это тут Не работает Не успел На снайпере Парень Зайти В инвиз Жесть Ну люто 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 Получилось Ладно Так Так Что у нас есть 650 180 Хорошо Огоним Есть 87 Секунд И шот Все Погнали Шот Это просто Вообще Изи Изи Бризи 4 секунды 3 секунды Ну такое Дайте маны Товарищ Прыгнет Убиваю С руки Бей Этот пацан Мой Загоновому Зарядил Умрет Ощем Атрек Могу Догнать Снайпер Прыгать Я не хочу Потому что Я оттуда Не упрыгаю Обратно Если что Фантом Так Ну у меня Есть 150 Но не хватит Попробуем Выцепить Тогда Так Подсоснем Может Сюда Пойдет Хорошо GG Пересосал Ману Хорошо Нормально Сосать Ману Блин Ну жестко Жестко Каеф Я прям Получаю Удовольствие Я надеюсь Вы от этой Четвертой катки Тоже получите Удовольствие Потому что Это реально Приятно Ну вот сами Посмотрите Как Ну как Он шотает Как офигенно Он шотает Как он шотает Этот Леон Просто Бах-бах Бах-бах Ну next Сейчас Этериал Надо сделать Там Октарин Сосем Ману Можно По топу Ити Смело Принципе Регенится Под Транквилой Но блин Надо Кого-то Убивать Мартрет Тут уже Например Совсем Ману Кпшки Главное Еще Регенит Не забывать Хорошо Отлично Снайпер Варды Снимает Криса Все Погнали Так Вообще Что-то На эскейп Сделать Да Какой Эскейп Скажете Вы Снайпер Тысяча ХП Разошел Вард Хороший Тут стоит Мартрет Блин Мартрет Могу Забрать Хорош Сюда ТП Псин Уйдет Хорош Отлично По Варду Вардики Нужны Так Забрали У нас Аегу Пацаны Жестко Жестко Шотается Так Ну и Ману Надо Соснуть После Каждой Комбинации Надо Соснуть Ману Просто Встать Афк И Пососать Ману Вот так Опасно Стоять Все Больше Не могу Потому что Путш Может Вообще Тут Стоять В данный Момент Вард Вот этот Офигенный Он Очень Хорошо Нам помогает Ну Имба Варды Как я Говорил Гоу Пушанем Птес Хорошо Ну почти Есть Этериал И остается У нас Офт Лини Тока Вышел Бжжж Все Нету Кто был На линии Не видно Никого На линии Вообще Бояться Надо Выходить Профе Такого Леона Опа Поймал Настоящего Это Настоящий Хорош Настоящего Поймал Маны Нету Вообще Все Я Просел Все Надо Максимум Сосать Все 600 Маны Сосать Надо Шаман Работает Красавчик Го Еще Мануса Снем Еще 600 Маны Хорошо Блин А страшно Что там Пуш Вот сюда Вот туда Вот туда Зайдем Только меня в толпе Бьешь Дружище Ну так я вижу Я тоже не дурачок Так Почти есть Этерио Этерио Почти есть Опиати Не опиати Хорош Кого варды все Не пойму Кто-то варды носит что ли Нету варда нет Ладно Не суть Так Заходим за спину Пусть ребята работают Там Пошло Дело Бедный оракул Ну оракулу Надо фокусить Просто потому что Ну потому что нужно Все Ману сосим Оракул за всю боль Часто страдает Не знаю За какую Правда Но У меня почти есть Почти есть Этерио Хорош Нормалин Ну и окторин остается все это подкрепить окторином ребят И джиджи Полностью готовый билд Ну жестко Жестко душит Такой ли он на самом деле Все таки жестко душит Т2 ломает Т2 ломает Снайпер Шрапляли Узбил Нормалин Сдушили Сюда ТП Задефили Тавр Оп и глиф откатили Глиф откатился Вон глифчик целенький Хорошо Так ты сейчас 100 Да Тревел Надо Сделать Гоману со всем скрипа Хорошо На Егис одна минута У нас же Егис был Нужно было идти Блин а как идти без мини варик И пока Зевса Ой Зевса Пока Снайпера не убьем Никак И варик вообще идти Снайпера пока Пока не убьем Хрен зайдешь Снайпера пока не убьем Хрен зайдем Снайпер будет развалить Я не хочу свидеть Свидеть стрик свой Стрик я не хочу свидеть Там лейт посерьезнее Между прочим Рили Так гоу пробовать Что то делать Ребята на топе Попробовать перетянуться Попуш Попуш пока ребята там На рассинхроне Сломаем вниз чуть-чуть Нету даггера Сейчас бы В мартретку прыгнул сразу Просто Так вот сделаем Змейки Отлично Низ просто зашли Хорошо Отходим Сейчас еще откатится Я могу еще шотнуть Кого-нибудь Даже пудра Мне кажется Я шот Хотя хз Мом включила Все Нету мартретки Нету мартретки Мортретка Мом нажимает И умирает Мом нажал Побежал Мом нажал В таверну Упал Так Хорошо Мы мидс не снесли С помощью змей Не знаю На миду Фидеть не очень хочется Он тот настоящий Вот этот А нет Пелиза Страшно Страшно Страшновато Че там пуш 1700 хп У него есть Клака 20% Плюс резис Это очень Очень много Мне в принципе Дакторина Чуть осталось Билд доделать Уже Конечно Билд уже Конечно Доделать Опа Кто там вышел Ой Застрял Да Надеюсь Я не сдохну Сейчас Хорошо Войдет Надо Чтоб снайпер Часто заметил По контору Входим Я не видел Женщин Уже Десять тысяч лет Жесть Как я застрял Как они меня там Не видели Опа 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 Какой-то Шотнель Пошли Знаю Стою Думаю Прыгать Нет Потом Выживу Что там Но снайперы Душишь Меня Так Не надо Душить Страшно Вырубай Хорошо Актарин Есть Гоу За актарином Как раз У-у Все Погиб Опа Оракл Брат Ну не выходи С базы Вообще Не выходи Жесть Страшно Вырубай Не надо Пуджа Не надо Я боюсь Пуджа На самом деле Он очень жирный Давайте всю Ману Восполним Себе Чуть по чуть Высосим Сейчас Где-то Как-то Блин Они на самом деле Одеваются Я не знаю Как я пушить буду Типа Как бы Душим Душим То душим Но как одеваться Я буду дальше Я не знаю Снайпера надо убить Опять таки Я не могу Снайпера прыгать Потому что Я в суицид Тогда выйду То есть Получается Прыжок туда На снайпера Это суицид прыжок Суицид прыжок Снайпера туда Надо чтобы Как-то Драка Так подрастянулась Я зафокусил И ушел От кд Потому что В таком билде Тяжело То что Если меня зафокусят Типа Это gg Снайпер Смотри Что делает Бардики Снимает Пудж Хорошо Хорошо Сюда Хорошо Щит Я угодно Все конечное Конечное Походу А нет Еще живой Я еще живой Еще на развороте Так сделать могу Уй-ой-ой С можно вообще На вставочку Да Прям нормально Так на развороте Подыгрались Хорошо Хорошо Стой Хорош Хорош Жесть Жесть Вот это конечно Да Катка Прям Сок Честно Я люблю Такие игры Прям очень Такая На контраст Контраст Мы и проиграть Могли В принципе Жесткой позиции Как таковой В принципе Не было Но Они очень Плотно сидят На хагаре И тут непонятно Как их пушить Оп Привет Байбай Кнался Говорит Ти-джи Ти-джи Байбай Кнался Говорит Видеть не хочу Тут Оу Такую штучку Даем Манус Все Дагон Даем Отлично Ну Пацаны Подсейвили Я бы Сдох Пацаны Подсейвили Уф Да Жестко Ребят Ну Надеюсь Такая катка Вам понравится Она на самом деле Такая Прикольная Прикольная Настреляли Так сказать Хе-хе-хе-хе Жесть В общем На этом Все Я думаю Ребят Катки На Леоне Окончены Надеюсь Этот гайд Вам понравится Четвертая катка Прям то Что я хотел Прям то Что я вам Хотел Показать Прям такой Кайф Вот этот Эстетический Оргазм Получаешь Когда смотришь На такого Леона И это Просто Пушка Ребят Ну Буджу Конечно Срать На все Прокасты Но Тем не менее В общем Ребят Спасибо Всем Кто Посмотрел Этот Видос Кто Поставил Лайк Надеюсь Этот гайд Понравится Обязательно Напишите Нужно Ли сделать Леонов Керри Дополнение То есть Будет ли По приколу Посмотреть Ну Типа Как Рубрикой Будет Фаст Рапира Я просто Попробую Фаст Рапиру Сделать И выиграть С этой Фаст Рапир То есть Ну Может Понравится Может Нет Такая Тема Напишите В комментариях На этом Все С вами Был Ксен Азас Ребятки И До Скорого